Борис Пастернак Ты видишь, ход веков подобен притче. Владимир Майковский, Велимир Хлебников, Сергей Есенин Сколько бы ни прожил каждый из них, пусть 37, 36 или 30 лет, все они старше нас, ныне живущих. И не только потому, что жили в прошлом, а предки старше всегда, но, скорее, потому, что уже совершили свой путь и поставили точку в недлинной повести своих лет, совершили то, что всем нам, всем и всем и в этом мире тленны, еще предстоит. С каждым из поэтов революции мы вновь пересекаем 1917 год и вновь переживаем опыт освобождения. Каждый из них – Гамлет, у которого в стихах жизнь, а на подмозгах – мировая история. Каждый из них исполнен мучительной рефлексией, осознания ограниченности своего действия и в то же время уникальной значимости единичного поступка, за которым будто все творчество. Каждый из них составлял в пирамиды слова-слова-слова, и они превращались в слово, единственно осиянное сред земных тревог. Так начинают жить стихом. Родина творчества – будущее, но и Родина будущего – творчество, отчего самоценно сказанное и помысленное поэтами. Они всегда старше как потомков, так и современников. У них ключи к преодолению прошлого, освобождению настоящего, неизбежности будущего. Так начинают, года в два, от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут, а слова являются о третьем годе. Так начинают понимать, и в шуме пущенной турбины мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбина. Борис Леонидович Пастернак прожил 70 лет и, если не погиб как Гамлет в начале пути, то изведал все термии русского поэта, побывал на грани сумасшествия и самоубийства, почувствовал горячее дыхание масс, обжигающую честь быть диагностом эпохи и холод изолированности и отщепенства, обрёл духовное освобождение и расплату. Любил, знал, что такое разбитое сердце. Внезапно был крайне резок в поступках, там, где, казалось, мог пойти на компромисс. Его могла и пыталась растерзать многотысячное шатие братья идейных товарищей от литературы в ордалиях партий. И он был согласен играть свою роль в пьесе, хотя просил Абва-Оче чашу эту мимо пронести. И, однако, храня осознание более высокого авторства, чем своё собственное, проделал весь путь, трагичный, но не безрадостный, не оборвав его ни в корчме при дороге, ни в тихих закоулках зарубежья. Тёмные лучи освещали всю пьесу, в которой он был заглавный герой. Вся трагедия движется в ней следимом, в какой-то иной реальности, вневременной, внепространственной. Покров времени порван в ней, боль раны обнажена, и вся она точно зависа, точно покров тонкий и трепещущий, сотканный из боли и страсти, тоски и страдания, наброшенный на последнюю тайну. Отсюда та таинственность путаницы событий, что тоже, которой окутано каждое слово и движение, которое заставляет по-иному звучать простые речи и которое придает такое неотразимое очарование всей пьесе. В ней чувствуются таинственные и невидимые лучи иных миров, невидимые нити, протянутые оттуда, связывающие, сковывающие и привязывающие каждый поступок, каждую мысль. Темные лучи, потусторонние нити заполняют всю пьесу, освещают ее мистическим светом, идущим из неведомого источника. И вся трагедия означена черным цветом. Что такое чистый черный цвет? Это предел, грань цвета, смесь всех цветов и отсутствие цвета, переход его за грань, провал в потусторонние. Черный цвет, который есть земное выражение отсутствия цвета, переход всех цветов в их слиянии за грань, дыра в потусторонние, символизирует эту пьесу, где слияние всех цветов человеческой жизни дает отсутствие земного цвета, его отрицание, трагедия, переходит за грань жизни, не обращаясь в потусторонние, остается на земле черным. Трагедия построена на самой тайне, бездне, ночи. Это как бы внешняя трагедия, за которой скрывается трагедия внутренняя, как бы трагедия масок, за которой нащупывается трагедия душ. Лев Семёнович Выгодский, Трагедия о Гамлете. Что делать страшной красоте, присевшей на скамью сирени, когда и впрямь не красть детей? Так возникают подозрения, так зреют страхи, как он даст звезде превысить достиганье, когда он фауст, когда фантаст, так начинаются цыгане. Может показаться, что финалом стало присуждение Нобелевской премии за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы в 1958 году. Прижизненная слава гениального русского мыслителя и поэта, и всё же это лишь один момент творческой биографии. Поэт не есть сущее языка, но непременно условие его качества, условие обретения языка. Язык же бессмертен, он, как латынь, живёт своей жизнью и после гибели цивилизации. Так открываются паря поверх плетней, где быть до мамбы, внезапные, как вздох моря, так будут начинаться ямбы, так ночи летние, ничком, упав во всы с мольбой, исполнься, грозят заре твоим зрачком, так затевают ссоры с солнцем, так начинают жить стихом. Борис Пастернак, я их мог позабыть. Жизнь Бориса Пастернака стала ответным словом на образцовый замысел творческого воображения того, от кого и сама жизнь, и образ мира, явлены в слове, и творчество, и чудотворство. Финал открыт. Финал ещё впереди. Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе! В августе 1934 года на первом съезде советских писателей в колонном зале Дома Союзов Борис Пастернак был избран в Президиум. Его посадили рядом с Максимом Горьким и поручили принять для учреждаемого Союза писателей портрет товарища Сталина. Не сообразив, зачем девушка-метростроевка держит на плече отбойный молоток, Борис Леонидович, будучи в хорошей физической форме, кинулся ей помогать и пытался освободить от тяжёлой ноши. Вышел конфуз. Молоток символизировал приветствие рабочего класса. Буревестник революции, подшучивая, толкал его в бок. От него, рождённого в семье художника Леонида Осиповича Пастернака, иллюстратора романа Плева Толстого и талантливой пианистки Розалии Исидоровны Кауфман, символика серпа и молота была отчаянно далека. Завершив образование на философском отделении Историко-филологического факультета Московского университета в 1913 году, он даже не забрал диплом кандидата философии и, обладая прекрасными навыками рисования и игры на фортепиано, сделал выбор в пользу поэзии и литературы. Мир – это музыка, которой надо найти слова. Это – мировоззрение музыканта. Мы были музыкой во льду. Я говорю про всю среду, С которой я имел в виду сойти со сцены. И сойду. Здесь места нет стыду. Я не рождён, чтоб три раза Смотреть по-разному в глаза, Ещё двусмысленней, чем песнь, Тупое слово «враг». Гощу. Гостит во всех мирах высокая болезнь. Всю жизнь я быть хотел, как все, Но век в своей красе сильнее моего нытья И хочет быть, как я. Мы были музыкою чашек, Ушедших кушать чай во тьму, Глухих лесов, косых замашек И тайн, не листящих никому. Трещал мороз, и вёдра висли, Кружились галки и ворот, Стыдился за стужённый год. Мы были музыкою мысли, Наружно сохранявший ход, Но в стужу превращавший в лёд Заслякоченный чёрный ход. Борис Пастернак Высокая болезнь Друг семьи Александр Николаевич Скрябин, Услышав большую фортепианную сонату Юного Пастернака, уверял, Что в музыке тому есть что сказать, Однако сомнения и отсутствие абсолютного слуха Предрешили отказ от карьеры Профессионального музыканта. Манила музыка мысли Его талант пробудился в среде Творческой разночинной интеллигенции. Дом Пастернаков в Москве посещали Художники Исаак, Левитан, Михаил Нестеров, Василий Поленов, Николай Ге. Здесь устраивались музыкальные выступления С участием Александра Скрябина И Сергея Рахманинова. Приход Льва Толстого на один из таких Вечеров неживою вехой лег Между беспамятством младенчества И дальнейшим детством. Память и сознание Заработали без больших перерывов. Совсем по-взрослому. А в 1900 году Во время своего второго приезда В Россию с семьей Пастернаков Познакомился ранее Мария Рильке. Биограф-поэта Дмитрий Быков В книге, любовно присваивающей себе Бориса Пастернака, Как одно из литературных пристрастий, Замечает. Все пастернаки обожали говорить красиво. И только в «Докторе Живаго» Борис Леонидович Научился наконец говорить коротко. Через какие этапы прошла его проза И каких трудов ему стоило очистить Ее от чрезмерности, туманности и красивостей, Наглядно показывает сопоставление фрагментов Из его ранних, но уже автобиографических, сочинений С короткими и простыми предложениями, Которыми написан «Доктор». Тут зеркало всего его пути. От интеллигентности к аристократизму, От экзальтации к лаконизму, От конформизма и сомнений в своей правоте К принципиальности, бунтарству и одиночеству. Пастернак всю жизнь нес на себе Множество родимых пятен среды. Почему его так и обожала интеллигенция, И он отлично, зная пороки и смешные стороны Этой прослойки, долго чувствовал себя Ее заложником. Я говорю про всю среду, с которой я имел ввиду Сойти со сцены и сойду. Отсюда подчернутая и гипертрофированная Верность Пастернака даже тому, что мешала Русской интеллигенции и время от времени Чуть не приводила к ее исчезновению. Чувство вины, вера в правоту большинства, Преклонение перед народом, порывистость, Многословие, деликатность, доходящая до абсурда, И предупредительность, приводящая К фарсовым милостостям. Дмитрий Быков, Борис Пастернак Про эти стихи На тротуарах и столку Стеклом и солнцем пополам, Зимой открою потолку И дам читать сырым углам. Задень декламирует чердак С поклоном рамам и зиме, Карнизом прянет чехарда Чудачеств, бедствий и замет. Буран не месяц будет месть, Концы, начало заметет, Внезапно вспомню – солнце есть, Увижу – свет давно не тот. Голчонком глянет Рождество, И разгулявшийся денёк Откроет многое из того, Что мне и милый невдомёк. В Кашне, ладонью заслонясь, Сквозь фортку крикнут детворе, Какое милое у нас Тысячелетие на дворе! Кто тропку к двери протарил, К дыре, засыпанной крупой, Пока я с Байроном курил, Пока я пил с Эдгаром по, Пока в Дарьял, как к другу вхож, Как в ад в цех Гаус и в арсенал, Я жизнь, как Лермонтова дрожь, Как губы в вербут окунал. Вопрос о тысячелетии на дворе, Брошенный сквозь фортку детям, Чудесным образом освобождает от хронологии, Которой фатально проникнута жизнь На сломе эпох. Каждый поворот дороги безразлично Озарён мерцанием далёких звёзд, Но Млечный путь начинается тут же, С половины лужайки, Куда пытаются вдаль по воздуху Шагнуть серебристые деревья, И он, Богоравд, Со мною, с моей свечёю вровень, Миры расцветшие висят. Он – поэт, чьё второе рождение В споре с ушедшим из жизни Владимиром Маяковским И обрегшим себя на гибель Осипом Мандельштамом. В 1935-м в беседе с австрийским писателем Фрицем Брюгелем Борис Пастернак рассказывал. Рильке был у нас живым поэтом И в годы революции. Огромные сугробы лежали на улицах, Люди были заняты более важными делами, Тут не до уборки снега. Жизнь в Москве неистово полыхала. На нашей улице, теперь обычной, Оживлённой магистрали большого города, В которой нет ничего особенного, На этой улице была тогда Одна из казарм революционных матросов. Приятель, встретившийся мне на улице, Попросил проводить его до того дома, Который они занимали. Я пошёл, чтобы взглянуть В переменчивое лицо революции. Странно. Среди матросов была женщина. Я не разобрал её имени, Но когда она заговорила, Сразу понял, Что передо мной удивительная женщина. Это была Лариса Рейснер. Она, которой нужно было бы остаться в живых, Умерла. За несколько месяцев до незабываемого дня, Приведшего меня в матросскую казарму, Лариса Рейснер напечатала В одном ленинградском литературном журнале Статью о Рильке. Узнав, наконец, Что моя собеседница, Лариса Рейснер, Я завёл разговор о Рильке. С улиц в помещение, Где мы сидели, Куда приходили И откуда выходили матросы, Пробивался гомон революции. А мы сидели И читали друг другу Наизусть стихи Рильке. Это был особенный час, Незабываемый час. Ныне они мертвы. Рильке и Лариса Рейснер. А должны были бы оба жить. Фриц Брюгель Разговор с Борисом Пастернаком Смерть поэта Не верили, Считали бредни, Но узнавали От двоих, Троих, От всех. Поравнялись В строку Остановившегося срока Дома чиновниц и купчих, Дворы, деревья и на них Грачи В чаду от солнцепёка, Разгорячённо на грачих кричавшие, Чтоб дуры впредь не совались в грех, И, как на медни, был день, Как час назад, Как миг назад, Соседний двор, Соседний, Забор, Деревья, Шум грачих, Лишь был на лицах Влажный сдвиг, Как в складках Порванного бредня. Был день, Безвредный день, Безвредний, Десятка прежних дней твоих, Толпились, Выстроясь в передней, Как выстрел Выстроил бы их. Как сплющив, Выплеснул Истоков Лещей и щуку Минный вспых, Шутих, Заложенных во соку, Как вздох Пластов нехолостых. Ты спал, Постлав постель на сплетне, Спал и, Отрепетав, Был тих, Красивый, Двадцати двухлетний, Как предсказал твой тетраптих. Ты спал, Прижав К подушке щёку, Спал Со всех ног, Со всех лодыг, Врезаясь Вновь и вновь С наскоку В разряд преданий Молодых. Ты в них Врезался Тем заметней, Что их Одним прыжком достиг, Твой Выстрел Был подобен Этне В предгорье Трусов и трусих. Друзья же Изощрялись В спорах, Забыв, Что рядом Жизнь И я. Ну, что ж ещё, Что ты припёр их К стене, И стёр земли И страх, Твой порох Выдаёт за прах. Но мразит Только он и дорог, На то и Рассуждений Ворох, Чтоб не бежала За края Большого случая Струя, Чрезмерно скорая Для хворых. Так пошло Свертывает В творог Седые сливки бытия. В пору студенческой молодости, Борис Пастернак определил поэзию как безумие без безумного. Безумие – естественное бессмертие. Поэзия – бессмертие – допустимая культурой. Если же допустить, как допускал Фёдор Сологуб, что всё в жизни связано, то и творчество в искусстве. Особенно в искусстве, проникнутом болевыми элементами, влечёт за собою творчество в жизнь. Чем более насыщенное искусство творческой энергией, тем более энергия эта переливается в жизнь. Искусство идёт впереди жизни и требует от неё творческого подвига. Заражает жизнь жаждою этого подвига. Где искусство не выполняет своей верховной руководящей деятельности, там жизнь обращается из деятельного, хотя и подражательного искусству подвига в быт. От искусства независимый, но зато застойный. Искусство, идущее за жизнью, знаменует всегда эпохи застоя, хотя бы и блистательного. Если в искусстве торжествует быт, это значит, что жизнь обнесена китайскую стеной и тоскует в плену застойного быта. А искусство, возвратившееся к жизни, становится, если верить парадоксальному утверждению Оскара Уайлда, просто плохим искусством. Но почему становится возможным творчество жизни? Творить жизнь может и хочет только тот, кто смеет сказать «Я». Только ставящий себя в центре мирового процесса может найти в себе достаточно силы для того, чтобы целью своей деятельности поставить творчество жизни. Где личность подавлена, там творчество невозможно. Возможно лишь тоска по творчеству, тоска пророческая, потому что за периодами застоя и угнетенности всегда следуют периоды повышенной деятельности. Фёдор Соловук. Искусство наших дней. Искусство поэзии. За музыкою только дело. Итак, не размеряй пути. Почти бесплотность предпочти всему, что слишком плоть и тел. Не церемонься с языком и торной не ходи дорожкой. Всех лучше песни, где немножко, и точность точно под хмельком. Так смотрят из-за покрывала. Так зыблет полдни южный зной. Так осень небосвод ночной Вызвеживает, как попало. Всего милее полутон. Не полный тон, но лишь полтона. Лишь он венчает по закону Мечту с мечтою. Альт-басон. Нет ничего острот коварней И смеха ради шутовства. Слезами плачет синева От чесноку такой поварни. Хребет риторики сверни. О, если бы в бунте против правил Ты рифмом совести прибавил. Не ты. Куда зайдут они? Кто смерит вред от их подрыва? Какой глухой или дикарь Сучил нам побрякушек ларь И весь их пустозвон фальшивый? Так музыки же вновь и вновь Пускай в твоём стихе с разгону Блеснут вдали преображённой Другое небо и любовь. Пускай он выболтает с дуру Всё, что в подьмах чудотворя Наворожит ему заря. Всё прочее. ЛИТЕРАТУРА Поль Верлен Какое необыкновенное лицо У этого поэта, Отмечал Фридс Брюгель. Или лучше сказать, Сколько у него лиц Подвижных, изменчивых, С чертами прекрасно неправильными И неправильно прекрасными, Никогда не застывающих Вновь и вновь преображающихся. Говорит не только рот, Говорит всё лицо поэта, И его руки подчёркивают Каждое слово. Глядя на эти руки, Представляешь себе скорее Скульптора, чем лирика. Эти ладные, сильные руки Умеют цепко схватить И крепко держать всё, За что бы ни взялись. Часто они кажутся более нервными, Чем это им присуще на самом деле. Такое ощущение длится секунды, А потом они лежат На столе спокойно, Словно переводя дух, После величайшего напряжения. Это руки лирика, И вместе с тем архитектора, Серьёзной, строго возводящего Ассоциации своих стихов. Это лицо таинственного И почти мистического поэта, Весьма реально живущего В весьма реальном мире Советского Союза. Брюгель. Разговор с Борисом Астернаком. Лиц, как творческих ипостасей, Было много. Не все удачные, Но лживых никогда. Борису Астернаку Достаточно было самого себя. До второго рождения Другие люди в его поэзию Не входили. Возникало даже впечатление, Что и лирического героя, Человека, вроде как нет. В разговоре с Лидией Чуковской 25 июня 1940 года Анна Ахматова Отозвалась о его Спекторском романе В стихах 1930 года. Это неудачная вещь. Я её всегда не любила, Но почему догадалась только сегодня. Дело в том, что стихи Пастернака написаны Ещё до шестого дня, Когда Бог создал человека. Вы заметили, В стихах у него нету человека. Всё, что угодно. Грозы, леса, хаос, Но не люди. Иногда, правда, показывается Он сам, Борис Леонидович, И он-то сам себе удается. Он действительно мог Крикнуть в форточку детям, Какое милое у нас Тысячелетие на дворе. Но другие люди В его поэзию не входят, Да он и не пробует их создавать. А в Спекторском Попробовал И сразу крах. Записки Об Анне Ахматовой С вокзала Возвращаются с трудом Брезгливую улыбку Пересиля О, город! Город, жалкий скопидон, Что ты собрал На льне и керосине, Что перенял ты От былых господ, Большой ли капитал Тобою нажит, Бегущий к паровозу небосвод, Содержит всё, Что сказано, и скажут. Ты каторгой купил себе уют И путаешься в собственных расчётах, А по предместиям это сознают И в пригородах вечно ждут чего-то. Догадки эти вовсе не кивок В твой огород, Ревнивый теоретик. Предвестий политических тревог Довольно мало в ожиданиях этих. Но эти вещи в нравах слабожан, Где кругозор свободнее гораздо, И городской рубеж, перебежав, Гуляет рощ зелёная зараза. Природа ж ненадёжный элемент, Её вовек оседло не поселишь, Она всем телом алчит перемен, И вся цветёт из дружной жажды зрелищ. Всё это постигаешь у застав, Где с фонарями в выкачанном чреве За здания задевают поезда И рельсами беременные деревья, Где нет мотивов и перипетий, Но аппетит на выпитие в цилиндры Поровичок на стрелке кипятит Туманов лук, как молоко с селитрой. Всё это постигаешь у застав, Где вещи рыщут в растворённом виде, В таком флюиде встретил их состав, И мой герой из тьмы вокзальной выйдя. Борис Пастернак, Спекторский Его герой, как и он сам, Гамлет, Если не в экзистенциальном, Так в психологическом смысле. Сказано о Гамлете, сказано и о Борисе Пастернаке. Здесь обо всём приходится догадываться, Здесь ничто не дано прямо. Его разговоры со всеми двусмысленны всегда. Точно он затаил что-то и говорит не то. Его монологи не составляют ни начала, Ни конца его переживания, Не дают им полного выражения, А суть только отрывки, Всегда неожиданные, Где ткань завесы истончается, Но и только. И только вся неожиданность их, Их место в трагедии, Всегда вскрывают хоть немного Те глубины молчания Гамлета, В которых совершается всё, И которые поэтому прощупываются За всеми его словами, За всей завесой слов. Гамлет мистик. И это определяет уже всё. Мистическое второе рождение Решило это, И определило его сознание и волю. Он мистически живущий, Идущий всё время по краю бездны, Заглянувший в иной мир, Разобщённый и отъединённый От всего земного, Вынес оттуда в проекции На землю скорбь и иронию. Это вовсе не превходящие, Извне, Произвольно данные элементы Его настроения, Из которых, как из предпосылок, Надо выводить всё. Это прямое следствие Его второго рождения, Формы его безумия, Его нового состояния, Неприемлющего мир, Ирония И связанного мистически С иным миром, Скорбь. Гамлет, Погружённый в земную ежедневность, Обыденность, Стоит вне её, Вынут из её круга, Смотрит на неё оттуда. Он мистик, Идущий всё время По краю бездны, Связанный с ней. Вследствием этого Основного факта Касания миру иному Является уже всё это Неприятие этого мира, Разобщённость с ним, Иное бытие, Безумие, Скорбь, Ирония. Лев Семёнович Вогодский, Трагедия о Габрите В стихотворениях Второго рождения 1932 г. В поэзию Бориса Пастернака Начинают входить другие люди. Точнее, Он пробует их создавать, Не различая ещё по именам, Только по очертаниям, По легчайшим материям, Из которых хлопья шьют. В тишину шагами меря, Как будущность, У двери появляется супруга поэта, Зинаида Николаевна Нейгаус. Само их знакомство, Бегство на Кавказ, Вступление в брак, Ради которого он оставляет Художницу Евгению Лурье И восьмилетнего сына, А Зинаида Николаевна Уходит от знаменитого пианиста, Окутано романтической дымкой Нового рождения. Борис Пастернак, Тому времени уже отрекшийся От романтизма, Ведёт себя как самый настоящий романтик, Преображаясь в чувствовании, Стиле, самопонимании. От богоравного юноши, Каким он ощущал себя по молодости, Остаётся обыкновенный человек, Чьё творчество, Хотя и признано советской литературой, Никогда не станет советским. Никого не будет в доме, Кроме сумерек. Один зимний день В сквозном проёме Незадёрнутых гордин. Только белых мокрых комьев Быстрый промельк маховой, Только крыши, снег, И кроме крыш и снега Никого. И опять зачертит ини, И опять завертит мной Прошлогоднее унынье И дела зимы иной, И опять кольнут до ныне Неотпущенной виной, И окно по крестовине Сдавит голод дровяной. Но нежданно по портьере Пробежит вторженья дрожь, Тишину шагами меря. Ты, как будущность, Войдёшь. Ты появишься у двери В чём-то белом, Без причуд, В чём-то прям Из тех материй, Из которых хлопья шьют. Дмитрий Быков называет Спекторского Лучшей советской поэмой 20-х годов. Утверждения спорные. Тем более, что названия Лучшей советской поэмы 20-х Могут с тем же успехом претендовать И Анна Снегина Сергея Есенина, И про это Владимира Майковского. Линейные оценки по шкале Лучший, ещё лучший, наилучший В литературоведении Пережиток позитивистской эпохи. В исторической перспективе Смысл и содержание произведений Изменяется в силу того, Что меняется сам язык И мировосприятие новых поколений. При этом форма, В которой они были написаны, Слова, 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 Остаётся заданной автором. Отсюда нам не дано предугадать, Как слово наше отзовётся. Что такое тогда лучшая поэма? То, что современникам представлялось Неудачей и полным крахом, Со временем может оказаться образцовым. Или будет расценено, Как лучшее, в силу корпоративных Интересов и личных пристрастий. Подобные оценки мало Способствуют пониманию литературы, А значит, людей и положений, При которых создавалось произведение. А именно это важно для современности. Понять, как стало возможной поэма, Творчество, мироощущение, Эксплицировать его смысл в диалоге со временем, То есть, опять же, с людьми, Но живущими в другой исторической ситуации И находящимися в положении Читателей в потомстве, Дальних собеседников поэта. Феномен поэта – это феномен Вечно живого собеседника. И уже только поэтому Комментарий к нашей частной беседе, Как правило, излишен, А какие-либо оценки неправомерны. В конце концов, Любая оценка будет выставляться Обеим сторонам диалога, А оценивать свой вариант беседы Как наилучший – То же самое, что кричать в уши Завсегдатаем библиотеки. Поэзии Бориса Пастернака Без подобных оценок не угудит, Так же, как не угудит ее без гаданий О том, каким взлетом, читай, С вершением привел бы его путь. Вся творческая биография Пастернака Цепочка задач, казавшихся неразрешивыми, И все их он решил, Каждый раз, идя дальше, Можно только гадать, Каким взлетом привел бы его путь, Не оборвись он в 60-м году. Дмитрий Быков, Борис Пастернак Путь Есенина оборвался на 31-м году жизни, Маяковского на 38-м, Хлебникова на 37-м, Пастернака на 71-м. Стоит ли гадать, кто чего сумел Или не сумел бы достичь? Не умаляет ли это гадание Всего уже совершенного ими? Тем более, Сверхцеломудрия авторского «я»? И потом, Всякое достижение может быть оценено, Лишь будучи объективировано. В случае литературы достижение – Это само произведение, А не синопсис или задача. Творческим же принципом Бориса Пастернака Была ныне расхожая мысль о том, Что надо ставить себе задачи выше своих сил, Во-первых, потому что их все равно никогда не знаешь, А во-вторых, потому что силы И появляются по мере выполнения Кажущейся недостижимой задачи. Ложная тревога Корыто и ушаты Не складятся с утра Дождливые закаты, Сырые вечера, Проглоченные слезы Во вздохах темноты И зовы паровоза Шестнадцатой версты И ранние потемки В саду и на дворе И мелкие поломки И все, как в сентябре. А днем простор осенний Пронизывает вой Тоскою галашенья С погоста за рекой. Когда рданье вдовье Относят за бугор, Я снею всею кровью И вижу смерть в упор. Я вижу из передней в окно, Как всякий год, Своей поры последней Отсроченный приход, Пути себе расчистив На жизнь мою с холма Сквозь желтый ужас Листьев Уставилась зима. 1941 Первый съезд советских писателей Делегировал участников На антифашистский конгресс 1935 года в Париже. Конгресс был организован По инициативе Ильи Оренбурга. Советскую делегацию Мог бы возглавить Максим Горький, Но он сослался на слабое здоровье, И во главе группы писателей Поехал Михаил Кольцов, Как и прочие делегаты, За исключением Алексея Толстого И Ильи Оренбурга, Мало известны за рубежом. Не обошлось и без сопровождения Партийного функционера, Представленного к писателям, Чтобы не сболтнули лишнего И не разбежались. Все это означало только одно – Истинных мастеров слова Большевики не выпускают Из Советского Союза. Отсутствие Пастернака Порождало также толки о том, Что его, возможно, нет и в живых. Звонок от секретаря Сталина Поскребышева Застал поэта в болезненном состоянии. Его полгода мучила бессонница, Никакие отговорки не принимались, И Борис Пастернак был буквально Мобилизован на Конгресс антифашистов. Там разгорались интриги Между группой Оренбурга-Мальро С одной стороны И Кольцова-Арагона С другой. Их только и не доставало Физически истощенному поэту. Всю дорогу в купе Он донимал беспрестанными Жалобами на болезнь, бессонницу И сумасшествие Исаака Бабеля, Для которого поездка за границу Оказалась последней. 15 мая 1939 года Исаак Бабель был арестован На даче в Переделкино По обвинению в антисоветской Заговорщической террористической Деятельности, На узь киеваемой наставлениями Троцкистов И шпионаже в пользу Франции. Под пытками в застенках НКВД Автор Канарнии сознался, Что установив при помощи Оренбурга канал связи С Андре Мальро, Передавал тому сведения О состоянии воздушного флота СССР. 26 января 1940 года Товарищ Сталин Подписал расстрельный список И писателя убили На следующий же день. Начатый им роман о чекистах Канул в лету. «Хозяин, кого ты бьешь? Ты бьешь орлов! С кем ты останешься, хозяин? Со смятьем?» В победной обстановке построения социализма В отдельно взятой стране Борису Пастернаку В кремлевском ателье Сшили заказной костюм в полоску И отправили со шпионом прямиком в Париж. Как и для Бабеля, для поэта Эта поездка за границу Тоже была последней. Прибывая в острой депрессии Он встретился с сестрой Жозефиной За день до закрытия выступил на конгрессе Участники которого приветствовали его стоя. Свою сбивчивую речь он завершил просьбой Не объединяться даже во имя самых прекрасных целей Я понимаю, что это конгресс писателей Собравшихся, чтобы оказать сопротивление фашизму Я могу вам сказать по этому поводу только одно Не организуйтесь Организация – это смерть искусства Важна только личная независимость В 1789-м, 1848-м и 1917-м годах Писатели не организовывали Ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо Умоляю вас, не организовывайтесь! Не хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть Войду, сниму пальто, опомнюсь Огнями улиц озарюсь Перегородок тонкорёбрость Пройду насквозь, пройду, как свет Пройду, как образ входит в образ И как предмет сечёт предмет Пускай пожизненность задачи Врастающей в заветы дней зовётся жизнью сидячей И по такой грущу по ней Опять знакомостью напево пахнут деревья и дома Опять направо и налево пойдёт хозяйничать зима Опять к обеду на прогулке наступит темень Просто страсть Опять научит переулки охулки на руки не класть Опять повалят с неба взятки Опять укроет к утру вихрь осин под следственных десятки Сукном сугробов снеговых Опять опавший сердце мышцей услышу и вложу в слова Как ты ползёшь и как дынишься, встаёшь и строишься, Москва И я приму тебя, как упряжь тех ради будущих безумств Что ты, как стих, меня зазубришь, как бы запомнишь наизусть Борис Пастерна волнит Он отказался без противоборства от вакансии нашего первого поэта Открытой самоубийством Маяковского Его тяготило ощущение конца Поэзия ушла, безумие осталось Это был край бездны И всё вырисовывалось в чёрном цвете Душевное равновесие было потеряно Психическое состояние оставляло желать лучшего Выбор, быть или не быть, требовал всей силы человеческого существа Эти месяцы он ощущал себя гавлетом Слова, слова сыпались из него Поток сознания заменял действия И ради осмысленности решающего шага предстояло пройти по грани безумия Гамлет коснулся иным мирам Узнал оттуда земную тайну Дошёл до грани этого мира Переступил её черту Заглянул через неё И навеки унёс в душе испепеляющий свет за могильной, загробной тайной Которой освещает всю трагедию И которой в трагическом пламени скорби есть весь Гамлет Такие минуты не проходят, не забываются Он вышел из мира времени Прошедшее воскресло для него Иной мир разверзается Он слышит подземный голос бездны Он точно снова рождается Во второй раз, получая от отца и новую жизнь Уже не свою Уже связанную Уже обречённую И новую душу Лев Выгодский Трагедия Оган По окончании Конгресса 4 июля 1935 года Борис Пастернак отбыл в Лондон, а оттуда пароходом в Ленинград На этот раз в каюте с ним был тот самый партийный товарищ, приставленный к делегации После встречи с Цветаевой, замятенным Анненковым эмигрантами, но свободными людьми На обратном пути к пленумам, совещаниям и подковёрной борьбе в писательских фенатах Он пытался заговорить тоску Я унизил себя до недоверия Я унизил себя до тоски Двое суток поэт изводил соседа бесконечным бормотанием днём и ночью В отчёте о Конгрессе, составляемом чиновником после призыва «Не организовывайтесь! Не объединяйтесь!» Борису Пастернаку нужно было выглядеть полубезумным Что, в общем-то, удалось Было бы не удивительно, если бы поэт будил и доканывал партработника вопросом Какое милое у нас тысячелетие на дворе Расставшись с болезненным попутчиком в Ленинграде Тот сообщил Зинаиде Николаевне, что у её мужа, наверное, что-то с психикой Я с памятной доски сотру все знаки чувствительности Все слова из книг, все образы Всех были отпечатки, что с детства наблюдение занесло И лишь твоим единственным веленьем Весь том всю книгу мозга И спешу без низкой смеси Да, как перед Богом! Вильям Шекспир, Гамлетт, принц датский Этим летом меня не было на свете И не дай Бог никому из вас узнать Те области зачаточного безумья, В которых, сдерживаясь и борясь против них, я пребывал Борис Пастернак времена жизни По возвращению в Москву Борис Пастернак лечился в санатории в Волшино Стать первым поэтом Смертельный страх отказаться от предложения, от которого нельзя отказаться, постепенно прошёл, выбор был сделан, Вопрос быть или не быть переадресован независящим от него обстоятельством И, глядя в эти чёрные провалы, пустые, без начала и конца Он был одинаково готов к жизни и к гибели Гефсиманский сад Мерцанием звёзд далёких безразлично Был поворот дороги озарён Дорога шла вокруг горы масличной Внизу под нею протекал кедрон Лужайка обрывалась с половины За нею начинался млечный путь Седые серебристые маслины Пытались вдаль по воздуху шагнуть В конце был чей-то сад, надел земельный Учеников оставив за стеной, он им сказал Душа скорбит смертельно Побудьте здесь и бодрствуйте со мной Он отказался без противоборства Как от вещей, полученных взаймы От всемогущества и чудотворства И был теперь как смертным, как мы Ночная даль теперь казалась краем Уничтоженья и небытия Простор вселенной был необитаем И только сад был местом для житья И, глядя в эти чёрные провалы Пустые без начала и конца Чтоб эта чаша смерти миновала По ту кровавом он молил Отца Смягчив молитвой смертную Истому Он вышел за ограду На земле ученики, осиленные дрёмой Валялись в придорожном ковыле Он разбудил их Вас Господь сподобил жить в дни мои Вы ж разлеглись, как пласт Час сына человеческого пробил Он в руки грешников себя предаст И лишь сказал неведомо откуда Толпа рабов и скопище бродяг Огни мечи и впереди Иуда С предательским лобзанем на устах Пётр дал мечом отпор головорезам И ухо одному из них отсек, но слышит Спор нельзя решать железом Вложи свой меч на место, человек Неужто тьмы крылатых легионов Отец не снарядил бы мне суда И волоска тогда на мне не тронув Враги рассеялись бы без следа Но книга жизни подошла к странице Которая дороже всех святынь Сейчас должно написанное сбыться Пускай же сбудется оно Аминь Ты видишь? Ход веков подобен притче И может загореться на ходу Во имя страшного ее величья Я в добровольных муках в гроб сойду Я в гроб сойду И в третий день восстану И как сплавляют по реке плоты Ко мне носут, как баржи караваны Столетия поплывут из темноты Лиловые топи угасших язычеств Не я пишу стихи Они как повесть пишут меня И жизнь и ход сопровождает их Так Борис Леонидович Пастернак Сознавал авторство более высокое, чем он сам В этих словах грузинского поэта Тициана Табидзе Очень точно уловлена суть всякого творчества вообще Не слово порождается жизнью, а жизнь сопровождает слово И все, что случилось ответом на зов бытия Многократно превышает индивидуальные авторские усилия Ибо нам не дано предугадать Тогда вся жизненная канва сплетается будто бы для того, чтобы сказалось слово и изречена была мысль Которая всегда не завершена, но индуцирует целую цепь мыслей Людей, событий, и оттого изреченная есть ложь. Поэзия Поэзия, я буду клясться тобой И кончу прохрипев, Ты не осанка, сладкоглазца, Ты лето с местом в третьем классе, Ты пригород, а не припев, Ты душная, как май ямская, Шевардина ночной редут, Где тучи стоны испускают И врозь по роспуске идут. И в рельсовом ветве двояся, Предместье, а не перепев, Ползут с вокзалов во своясе Не с песней, а оторопев, Отростки ливня грязнут в гроздьях, И долго, долго до зари Кропают с кровель свой окростих, Пуская в рифму пузыри. Поэзия, когда под краном Пустой, как цинк ведра, Трюизм, то и тогда струя сохранна. Тетрадь подставлена. Струись. 1922. С момента появления призрака Гамлет отказывается от себя, Чтобы творить волю пославшего его. Гамлет не драма бесхарактерности, Но драма долгое самотречение. Борис Пастернак. Замечание к переводам из Шекспира. 5 декабря 1935 года В ответ на письмо Лили Брик О пренебрежении к наследию Владимира Маяковского Товарищ Сталин определил. Маяковский был и остается лучшим И талантливайшим поэтом Нашей советской эпохи. Без различия к его памяти И его произведениям Преступления. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Письмо с настоятельной просьбой Обратить на него внимание Было передано наркому внутренних дел Товарищу Ежову. В конце декабря того же года Поэт пишет «Вождю» Дорогой Иосиф Виссарионович! Меня мучит, что я не последовал Тогда своему первому желанию И не поблагодарил вас За чудесное молниеносное Освобождение родных Ахматовой. Но я постеснялся Побеспокоить вас вторично И решил затаить про себя Это чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что всё равно Неведомым образом Оно когда-нибудь до вас дойдёт. И ещё тяжёлое чувство Я сперва написал вам по-своему С отступлениями, Повинуясь чему-то тайному, Что помимо всем понятного И всеми разделяемого Привязывает меня к вам. Но мне посоветовали сократить И упростить письмо И я остался с ужасным чувством Будто послал вам что-то не своё, чужое. Я давно мечтал поднести вам Какой-нибудь скромный плод моих трудов, Но всё это так бездарно, Что мечте, видно, никогда не осуществится. Или тут надо быть смелее И недолго раздумывая Последовать первому побуждению? Грузинские лирики, Работа слабая и несамостоятельная, Честь и заслуга которой всецело Принадлежит самим авторам, В значительной части замечательным поэтам. В передаче «Важа Пшавеллы» Я сознательно уклонился От верности в форме подлинника, По соображениям, которыми не смею вас утомлять, Для того, чтобы тем свободнее Передать бездонный и громоподобный По красоте и мысли дух оригинала. В заключение горячо благодарю вас За ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам. Я люблю его и написал об этом целую книгу, Но и коственно ваши строки о нем Отозвались на мне спасительно. Последнее время меня под влиянием Запада Страшно раздували, Придавали преувеличенное значение, Я даже от этого заболел. Во мне стали подозревать серьезную Художественную силу. Теперь, после того, как вы поставили Маяковского на первое место, С меня это подозрение снято, И я с легким сердцем могу жить И работать по-прежнему, В скромной тишине, С неожиданностями И таинственностями, Без которых я бы не любил жизни. Именем этой таинственности Горячо вас любящий И преданный вам Борис Пастернак. То, что в творчестве Владимира Маяковского И после его гибели заставляло Светить всегда, Светить везде, Спасало этой своей солнечностью И таинственностью слово И жизнь другого рыцаря В нашей политической борьбе. Я ими всеми побежден, И только в том моя победа. Рассвет Ты значил всё в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, И долго-долго о тебе ни слуху не было, Ни духу. И через много-много лет Твой голос вновь меня встревожил, Всю ночь читал я твой завет И как от обморока ожил. Мне к людям хочется В толпу, В их утренние оживления. Я всё готов разнесть в щепу И всех поставить на колени. И я по лестнице бегу, Как будто выхожу впервые На эти улицы в снегу И вымершие мостовые. Везде встают огни, Уют, Пьют чай, Торопятся к трамваям, В течение нескольких минут Вид города не узнаваем. В воротах в юго Вяжет сеть Из густо падающих хлопьев, И, чтобы вовремя поспеть, Все мчаться, Не доев, Не допив. Я чувствую за них, За всех, Как будто побывал В их шкуре. Я таю сам, Как тает снег, Я сам, Как утро брови хмурю. Со мною люди без имён, Деревья, Дети, Домоседы. Я ими всеми побеждён, И только в том Моя победа. В хронологии жизни и творчества Бориса Леонидовича Пастернака Повторяются определённые закономерности, Придающие его наследию Вид спланированного, Разложенного по полочкам Периодов и годов порядка. Как будто поэт Одним только умом своим решал Вот это сегодня, Завтра любовь, Послезавтра подвиг, А безумие было вчера. Как будто жизнь поспевала За его творчеством, Желая сказаться именно так, А не иначе. Как правило, начало каждого такого периода датируется Первым годом нового десятилетия, Описывает Дмитрий Быков. Он прожил семь чётких десятилетних циклов. В 1901 году он начал заниматься музыкой. В 1911 обратился к лирике. С 21-го пробует себя в эпосе. С 31-го пытается не отделять себя от страны И переживает травматичный, ну и креативный опыт гражданственности. В 1941-м осваивает новую лирическую манеру. С 51-го обретает себя как прозаик, Работая над окончательным вариантом романа. Внутри каждого десятилетия Стабильно повторяются определённые фазы. Пятый год – депрессия, Более или менее глубокая, Седьмой и восьмой устойчивый подъём. Лучшими, самыми производительными в жизни Пастернака были 1917-18 «Сестра моя жизнь и разрыв», 1927-28 «Спекторский», Вторая редакция ранней лирики, 1937-38 «Записки Живульта», 1947 «Стихотворение Юрия Живаго» и 1957-58 «Самыми депрессивными» 1915-й, 25-й, 35-й, 45-й, несмотря на восторженно приветствуемую победу, на фоне которой особенно разителен был собственный душевный кризис, и 1955 годы. Дмитрий Быков, Борис Пастернак Я рос, Меня, как ганимеда, Несли ненастья, Сны несли, Как крылья отрастали беды И отделяли от земли. Я рос, И по вечерей тканых Меня фата обволокла, Напутствуем вином в стаканах Игрой печальною стекла. Я рос, И вот уж жар предплечий Студит объятие орла. Недалеко, Когда пред течей любовь Ты надо мной плыла. Но разве мы не в том же небе На то и прелесть высоты, Что, как себя отпевший лебедь, С орлом плечо к плечу И ты? 1913-1928 Иммажинисты во главу угла Ставили образ. Их старшие предшественники Символисты и модернисты Полагали, Что в высоком искусстве Образы стремятся стать символами, То есть стремятся к тому, Чтобы вместить в себя Многозначительное содержание, Стремятся к тому, Чтобы это содержание Их в процессе восприятия Было способно вскрывать Все более и более глубокие значения. В этой способности Образа к бесконечному Его раскрытию Символисты видели Тайну бессмертия Высоких созданий искусства, Таинственность работы Мастера слова. Художественное произведение, До дна истолкованное, До конца разъяснённое, Немедленно же умирает, Жить дальше ему Нечем и незачем, Оно исполнило Своё маленькое Временное значение, И померкло, погасло, Как гаснут полезные земные костры, Разведённые каждый раз На особый случай. Звёзды же высокого неба Продолжают светиться. Фёдор Сологуб. Искусство наших дней. Юлий Айхенвальд Этот Коган По недоразумению В. Майковского В книге о русских писателях Рубежа XIX и XX веков Сравнил свет избранников Теперь ещё незримый для незрящих С далёкими звёздами, которых уже нет, Но их свет продолжает идти к нам Через много-много лет. Нельзя не согласиться с критиком. Ему удалось найти прозрачное объяснение, Что такое классическая литература и искусство. Образ рискует сделаться символом, Приоткрываемым окном в бесконечность, Если точно изображён сам И взят в точных отношениях К другим предметам Посмежности, Метонимия Или Любому другому способу переноса Это уже второстепенно. Динамические по своему существу Образы для лирической поэзии Бориса Пастернака Могут считаться выражающими Наиболее общее миропонимание его времени. Темы, ритмы, мелодика стиха, Его адресаты взяты Пастернаком у символистов, Звук – у футуристов. Образ может быть вещественно-чувственным, Как у иммажинистов, И при этом сохранять неартикулируемую Тайну символа. В результате этих хитросплетений Всё произведение, Образное реалистически, Обретает свободное От самой образности значение, Отсылающее к миру невидимому, Непредставимому, Но столь внятно явленному В каждой детали, Доступной именованию словом, И зарисованное словно на днях. Орешник Орешник тебя отрешает от дня, И мшистые солнца ложатся с опушки, То решкой на плотное тлине пня, То мутно-зелёным орлом на лягушку. Кусты обгоняют тебя, И пока с родимою чаще Сроднишься с отвычки, Она уж безбрежна, Ряды кругляка, И роща редеет, И птичка, как гичка, И песня, как пена, И наперерез лазурь забирая, Нырком, душегубкой и мимо, И долго безмолвствует лес, Следя с облаков за пронёсшейся шлюпкой. О, место свиданья малины с грозой, Где в тучи рогами лишайника тычась, Горят, одуряя наш мозг молодой, Лиловые топи пугавших язычеств. Во время Первой мировой войны Борис Пастернак работал на химических заводах Урала и Прикамья Помощником по финансовой отчётности. Прогулки по окрестным лесам позволяли ему забыть О своей клаустрофобии, Из-за которой невыносимо было оставаться В тесном, плохо освещенном помещении, Будь это комната, подвал, кабина лифта или метро. Летом 1941-го, эвакуации, бомбоубежище, Поэт предпочитал ночные дежурства с отрядом ПВО На крыше писательского дома В Лаврушинском переулке. Это выглядело крайне индивидуалистично, Хотя не было ни на йоту надумано Или романтически вымучено. Так жил, так дышал. В конце концов, любая человеческая общность имеет смысл, Если порождена взаимопониманием отдельных личностей, Складывающимся в совместной деятельности. А иначе сделали дело и разбежались. Возникновение таких человеческих общностей, Как народы и нации, подобные выпечке хлеба из пшеницы Человеческой Обусловлено стремлением сохранить Право на свою жизнь и культуру, Стремлением не потерять своё лицо, язык, землю и душу, Принадлежащие конкретным личностям, а не мифическим героям, Погибающим во имя великих целей. Индивидуализм Бориса Пастернака «Слёзы вселенной в лопатках» Неотделим от его личностного творческого становления И чудо становления книги, Когда освобождённый дух Противостоит внешним обстоятельствам террора И подавления всякого персоналистического начала. К нему могут быть отнесены слова, Сказанные Фёдором Сологубом о себе И русских модернистах в целом. Индивидуализм русских модернистов Обращал своё жало не против общественности, А совсем в другую сторону. Мы уходили в себя, в свою пустыню, Чтобы в мире внешнем, в великом царстве единой воли Найти своё место. Если единая воля правит миром, То что же моя воля? Если весь мир лежит в цепях необходимости, То что же моя свобода, Которую я ощущаю тоже, Как необходимый закон моего бытия? Не бунтом против общественности Был наш индивидуализм, А восстанием против механической необходимости, Против миропонимания чрезмерно материалистического. В нашем индивидуализме мы искали Не эгоистического обособления, А освобождение из самоутверждения, На путях ли экстаза, На иных ли путях, Предстоял нам вопрос, Что такое человек в мире, И какое его отношение к единой воле? Если всё в мире связано Цепями необходимости, То на себе я несу, И каждый из нас несёт, Всю тягость совершённого, Когда бы то ни было зла, И всё торжество содеянного, Когда бы то ни было блага. В этой цепи причинностей Каждый из нас является Так же и виновником Последствий каждого своего поступка. Весь мир взвешен на мне И на каждом из нас, И это, налагая на наши слабые плечи Ярмо всеобщей ответственности За греховность мира, Даёт нам и возвышающую нас возможность Присоединить свою волю К могучему потоку воли всемирной. Через крайности надменного солипсизма Или эгоцентризма Это настроение души Приводит нас К возвышенным понятиям О богочеловечестве И богосыновстве. Фёдор Сологу Искусство наших дней Определение поэзии Это круто налившийся свист, Это щёлканье сдавленных льдинок, Это ночь леденящая лист, Это двух соловьёв поединок, Это сладкий заглохший горох, Это слёзы вселенной в лопатках, Это с пультов и флейт Фигаро низвергается градом на грядку, Всё, что ночи так важно сыскать На глубоких купаленных доньях И звезду донести до садка На трепещущих мокрых ладонях. Площадь досок в воде духота, Небосвод завалился ольхою, Этим звёздам к лицу б хохотать, «Ан, вселенная, место глухое!» Напрасно думать, что искусство вообще Когда-нибудь поддаётся окончательному пониманию И что наслаждение им в этом нуждается, Подобно жизни, оно не может обойтись Без доли темноты и недостаточности. Борис Пастернак Замечание к переводам из Шекспира В годы революции Пастернак поделился наблюдением. Современные течения вообразили, Что искусство как фонтан, Тогда как оно – губка. Они решили, что искусство должно бить, Тогда как оно должно всасывать и насыщаться. Они сочли, что оно может быть разложено На средства изобразительности, Тогда как оно складывается из органов восприятия. Ему следует всегда быть в зрителях И глядеть всех чище, восприимчивей и верней, А в наши дни оно познало пудру, уборную, И показывается с эстрады, Как будто на свете есть два искусства, И одно из них, при наличии резерва, Может позволить себе роскошь самоизвращения, Равную самоубийству. Оно показывается, А оно должно тонуть в райке, В безвестности, Почти не ведая, что на нём шапка горит, И что, забившееся в угол, Оно поражено светопрозрачностью И фосфоресценцией, Как некоторой болезнью. Борис Пастернак Некоторые положения Слова, удивительно точно описывающие современность. В наши дни оно познало пудру, Уборную, И показывается с эстрады, Как будто на свете есть два искусства, И одно из них, при наличии резерва, Может позволить себе роскошь самоизвращения, Равную самоубийству. Многочисленные режиссёрские интерпретации Классического репертуара оперных И драматических театров, Когда в погоне за массовым зрителем Тенор и Ваиди стреляют из автоматов, Балерины танцуют в чём мать родила, А художник воображает себя сыном божьим, Устраивая бордель в мастерской. Роскошь самоизвращения, Равная самоубийству. В годы формата и репертуарной политики От Васи Кузина, В годы толстых литературных журналов, Оседлых в развитом социализме горниц и фонарей, Чьи редакторы щуки, Припадая к родной земле, Щедро набивают навозом рот, Что всё равно не мешает им Обворовывать бюджетные тиражи, Осталось ли ещё искусство? Ныне живое слово искусство Заперто в райке, В безвестности, В узлах мировой электронной сети, Откуда его ещё предстоит извлечь, Как самоценную фосфоресценцию, Как сам себя порождающий свет. Как боятся его эти щукины, Услужливые дельцы от культуры, Живое слово многократно перевешивает Все усилия инсценировщиков, Изобразительную продукцию которых В ярких пятнах прожекторов И малиновом свете рампы Ам вселенное место глухое Пипл хавает на обед. Поэзия не способна к симуляции Зрелости или расцвета. В годы симуляции и имитации, Как и в 1926-м, Только поэзии не безразлично, Сложится ли новый человек действительно, Или же только в фикции журналиста. Что она в него верит, Видно из того, Что она ещё тлеет и теплится. Что она недовольствуется видимостью, Ясно из того, что она издыхает. Борис Пастернак Ответ на анкету. ФЕВРАЛЬ Достать чернил и плакать. Писать о феврале на взрыд, Пока грохочущая слякоть весною чёрную горит. Достать пролётку за шесть гривен, Через благовест, через колёс, Перенестись туда, где ливень Ещё шумней чернил и слёз. Где, как обугленные груши, С деревьев тысячи грачей, Сорвутся в лужи И обрушат сухую грусть На дно очей. Под ней проталины чернеют, И ветер криками изрыд, И чем случайней, Тем вернее Слагаются стихи на взрыд. 1912. Дмитрий Быков, Желая выдать Бориса Пастернака За летописца семнадцатого года, Оказывает поэту скорее медвежью, А не фамильную услугу. Судьба, словно в предвидении будущего, Каждому периоду русской революции Подобрала летописца. Прозаики почти не справились с задачей, Явления мистические лучше удаются поэтам. Январь и февраль восемнадцатого Достались Блоку 19-й и 20-й Цветаевой Велика Борисоглебского переулка Лебединый стай 21-й Ахматовой Анну Домини 22-й Мандельштаму 23-й Майковскому 17-й год Пастернака Это благодаря ему мы догадываемся, Как всё было. Конец цитаты Биограф точен в глаголе «догадываемся». Но летописец не заставляет догадываться. Летопись повествует языком, чей образный строй сведёт к минимуму выразительных средств, и захватывает политической хроникой, а не переживаниями летописца. Борис Пастернак в этом смысле скорее чудотворец, сказитель мифа, чем летописец, в пользу чего опять же свидетельствует его биограф. В высших сферах, куда открыт доступ одним поэтам и духовицам, происходит нечто поистине глобальное, и русская революция, помимо плоского социального или более объёмного историасовского смысла, имела ещё и метафизический. Прямой репортаж из этих сфер, где сталкиваются тучи и шумит грозовое электричество, оставил один Пастернак. Его чуткость была обострена любовью, столь же неспокойной и мятежной, страстной и требовательной, как само лето 1917 года. Дмитрий Быков, Борис Пастернак Троянская война у Гомера разворачивается как на небе, так и на земле. Илиада по этой причине не рассматривалась историками и археологами, как заслуживающий внимания исторический документ. До открытия Генриха Шлимана странно было бы относиться к нему как к летописи, воспроизводящей ход событий, связанных с взаимными отношениями не только Агамемнона, Гектора, Париса и Елены, но и Зевса, Геры, Афины и Аполлона. Мелькает движущийся Ревус, идёт осада, идут дни. Проходят месяцы и лето, В один прекрасный день пикет, Избиваясь с ног от беготни, Приносят весть, сдаётся крепость. Не верят, верят, жгут огни, Взрывают своды, ищут входа, Выходят, входят, идут дни, Проходят месяцы и годы, Проходят годы, всё в тени. Рождается троянский эпос. Не верят, верят, жгут огни, Нетерпеливо ждут развода, Слабеют, слепнут, идут дни, И в крепости крошатся своды. Мне стыдно и день от одня стыдней, Что век таких теней, Высокая одна болезнь, Ещё зовётся песнь. Уместно ль песню звать Содом, Усвоенный с трудом, Землёй бросавшийся от книг, На пики и на штык. Благими намереньями вымощен ад. Установился взгляд, Что, если вымостить ими стихи, Простятся все грехи. Всё это режет слух тишины, Вернувшейся с войны, А как натянут этот слух, Узнали в дни разрух. Борис Пастернак. Высокая болезнь. Чудотворство мифа, в состоянии которого, За исключением нескольких периодов Крайней депрессии жил Борис Пастернак, Не означает, что поэт был не в состоянии Осмыслить происходящие исторические перемены. Совсем нет. Летописью, ценнейшими историческими Документами революционной эпохи стали «Циники» и «Роман без вранья» Анатолия Мариенгофа, «Детство Люверс» и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Поэты взялись за нарратив, и каждый выработал Свой стиль прозаического повествования. В повествовании же поэтическом лирический герой Пастернака Общим множителем вынесен за скобки истории, как вынесены Стихи доктора Живаго в конец романа, словно некий Итог жизни и творчества героя. Только некоторые лейтмотивы и стихотворные образы вынуждены, чтобы хоть как-то очеловечить сорванную с катушек историю, вклиниваются в ужасы людоедства и бедствий космического переустройства тяжёлой плоти и кондового быта, переживающие гибельное вдохновение страны. Всё, вынесенное автором за скобки конкретного исторического периода, есть гениальная догадка, необходимая, говоря словами Сологуба, уже и для того, чтобы в смутном многообразии явлений выделить нечто повторяющееся. И эти повторяющиеся признаки нанизать на что-то общее, создать носителя признаков, предмет, назвать его. Увидеть ничего нельзя. Надо создать то, что потом мы привыкнем видеть. Создать и потом назвать. А назвать предмет – это и значит рассказать о нём какую-то сказку, выдумать хотя бы и самый элементарный миф. Фёдор Сологуб. Искусство наших дней. Лирический герой Бориса Пастернака, обретший лицо в сборнике «Сестра моя жизнь» 1922 г. и выросший из примет времени двоевластия, кризиса, хаоса надвигающейся катастрофы, но также изликования, упоительной полноты жизни, влюблённости и любови поэта, был его гениальной догадкой, по которой биограф предлагает нам догадываться, как всё было. Догадываться, таким образом, сродни организации переворота в соответствии с гениальной догадкой Ленина о возможности построения социализма в отдельно взятой стране. К поэзии Пастернака, как и к читателю в потомстве, такие догадки имеют опосредованное отношение. Быть знаменитым некрасиво, Не это подымает ввысь, Не надо заводить архива, Над рукописями трястись, Цель творчества – самоотдача, А не шумиха, не успех, Позорно ничего не знача, Быть причиной устах у всех. Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе Любовь пространства, Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях, И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать низги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пятью пять, Но пораженье от победы Ты сам не должен отличать, И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца. Кому из творческих людей Не приходилось оставлять пробелы В судьбе, окунаться в неизвестность, В лиловые топи угасших язычеств, В миф. Лирика Пастернака самооценна Этой своей самоотдачей, Вдохновенно сказывающейся В аллитерации его поэтической речи, Не только пафосной, Но и интимной, Занятой поисками свободной субъективности. Это его мир, И он в нём творец. Во его действительности иного, Чем повседневность качества, Ему незачем отличать Поражение от победы. – Так и не знаю, Победила ли, побеждена ли? – спрашивает Марина Цветаева. Пастернак, вы – первый поэт, Которого я за жизнь вижу, Вы – первый поэт, в чей завтрашний день Я верю, как в свой, Вы – первый поэт, чьи стихи Меньше него самого, Хотя больше всех остальных. Пастернак, я много поэтов знала, И старых, и малых, И ни один из них меня помнит. Это были люди, писавшие стихи, Прекрасно писавшие стихи, Или, реже, писавшие прекрасные стихи. И всё. Каторжного клейма поэта Я ни на одном не видела. Это жжёт за версту. Ярлыков стихотворца Видало много, и разных. Это, впрочем, легко спадает, При первом дуновении быта. Они жили и писали стихи Врось, вне навождения, вне расточения, Копя всё в строчки. Не только жили, наживались, И, достаточно наживавшись, Разрешали себе стих. Маленькую прогулку Инс Янсайц В иной потусторонний мир. Они были хуже не поэтов, Ибо, зная, что им стихи стоят Месяцы и месяцы воздержания, Скряжничества, небытия, Требовали за них с окружающих Непомерной платы. Кадил, калинопреклонения, Памятников заживо, И у меня никогда не было Соблазна им отказать, Галантно кадила и отходила. И больше всего я любила поэта, Когда ему хотелось есть Или у него болел зуб. Это человечески сближало. Я была нянькой при поэтах, Убложительницей их низостей, Совсем не поэтом и не музой, Молодой, иногда трагической, Но всё ж нянькой. С поэтом я всегда забывала, Что я поэт, И, если он напоминал, открещивалась. Вы, Пастернак, В полной чистоте сердца Мой первый поэт за жизнь, И я так же спокойно ручаюсь За завтрашний день Пастернака, Как за вчерашний Байрона. Кстати, внезапное зарение, Вы будете очень старым, Вам предстоит долгое восхождение, Постарайтесь не воткнуть Регенту палки в колесо. Вы единственный, Современником которого я могу себя назвать, И радостно во всеуслышание называю. Читайте это так же отрешённо, Как я это пишу. Дело не в вас и не во мне. Я не виновата в том, Что вы не умерли сто лет назад. Это уже почти безлично, И вы это знаете. Исповедуют сами священнику, а Богу, Исповедуюсь, не каюсь, А воскаждаю не вам, а духу вас. Он больше вас, И не такое ещё слышал. Вы же настолько велики, Что не ревнуете. На пароходе Был утренник, сводила челюсти, И шелест листьев был как бред. Синее оперенья селезня Сверкал за камою рассвет. Гремели блюда у буфетчика, Лакей зевал, сочтя сутки, В реке на высоте подсвечника Кишмя кишели светляки. Они свисали ниткой-искрестой С прибрежных улиц. Било три, Лакей салфеткой чился В искрести на бронзу, Всплывшей стярию. Седой молвой, ползущей из стари, Ночной былиной камыша, Под перьмь на бризе, В быстром бисере, фонарной рябе, Кама шла. Волной захлёбываясь, На волос от затопления, За суда ныряла и светильней плавала, В лампаде камских вод звезда. На пароходе пахло кушаньем, И лаком цинковых белил, Поками сумрак плыл с подслушанным, Не пророняний всплеска плыл. Держа в руке бокал, Вы суженным зрачком следили За игрой обмолвок, Вившихся за ужином, Но вас не привлекал их рой. Вы к былям звали собеседника, К волне до вас прошедших дней, Чтобы последнюю отцединкой Последней каплей ткануть в ней. Был утренник, сводила челюсти, И шелест листьев был, как бред, Синее оперенья селезня, Сверкал за камою рассвет. И утро шло кровавой банею, Как и нефть разлившейся зари, Гасить рожки в кают-компании, И городские фонари. 1916. В 1937-м, на четвёртом пленуме правления Союза писателей, Один из мудреватых кудреек бросил, что в стихах Пастернака спрятан шифр, адресованный кому-то С совершенно недвусмысленной апелляцией. Он использует сложность форм Для чуждых и враждебных нам целей. В майском номере журнала «Октябрь» Литератор с говорящей фамилией Изгоев Припечатал поэту прозвище «Рафинированного Небольжителя», Что для литературы социалистического реализма и 1937-го года Было своего рода обвинительным заключением, а для родины творчества будущего – паролин. Творя мир своего мифа, Борис Пастернак не думал обманывать. Это был его способ бодрства – жить. Там, где поэт борется с дремотой, пытается гармонизировать ситуацию, как оправливает поэта Дмитрий Быков. Его лирический герой, если не исчезает совсем, то мало заметен. «В этой вещи меньше тебя, чем в других. Ты огромный. В тени этой маленькой фигуры. Заслонён ею», – сообщает ему Марина Цветаева о поэме 1927-го года «Лейтенант Шмидт». На прямой вопрос опального Льва Троцкого «Это вы искренне, Шмидт?» Поэт, по свидетельству Асеева, прогудел, отчёркивая на полях голову целой жизни. Ну, знаете, на такие темы я не разговариваю даже с брызгскими родственниками. Я шире возьму, говорит чудотворец мифа, на дискуссии о советской поэзии 13 декабря 1931-го года. Нужно отличать искусство от ремесла именно в интересах диалектического материализма, потому что искусство отличается от ремесла тем, что оно само ставит себе заказ, оно присутствует в эпохе, как живой организм оно отличается от ремесла, которое не знает, чего оно хочет, потому что оно делает всё то, что хочет другой. Наша бестолочь потому и происходит, и ей грешат большие люди, что мы все говорим – надо то-то и то-то, и неизвестно, кому это надо. В искусстве это «надо» нужно самому художнику. Борис Пастернак на дискуссии по докладу Асеева. В книге Пастернака «Революция духа», начатая с мифа о богоспасаемом народе в творчестве символистов и модернистов и обставленная в акханалии смерти и насилия у иммажинистов и футуристов Будетлян, завершается личностным освобождением субъективной реальности мифа, которым жив его лирический герой завершается двояким значением жизни – бедный на взгляд, но великой под знаком понесённых утрат. И великой эпохи след на каждом шагу, В толчее, в суматохе, в метках шин на снегу, В ломке взглядов, симптомах, вековых перемен, В наших добрых знакомых, в тучах мачт и антенн, На фасадах, в костюмах, в простоте без прикрас, В разговорах и думах, умиляющих нас, И в значении двояком жизни бедный на взгляд, Но великой под знаком понесённых утрат. Борис Пастернак, Бакханалия В лекции «Искусство наших дней» Фёдор Сологуб, прослеживая тройственное устремление искусства к свободе, трагизму, именно в бытии к смерти возникает просветление и очищение, и всенародности с вольным упорством полёта изрёк. Прошли неисчислимые века с тех пор, как были созданы эти первоначальные и простейшие мифы. Слова для нас уже окостенели и стали простыми значками для понятий и представлений. И тогда мы, люди, стали создавать мифы более сложные. Переход от одной цивилизации к другой был переходом от одной сложности мифологии к другой, настолько более сложной, что разница казалась уже не количественной, а качественной. В такие эпохи, когда жизнь становится культурным бытом и продолжает им быть, искусство часто представляется достаточной задачей оживлять горение и сияние древнего мифа или систему мифов, лежащей в основании данной жизни. Но и делая только это, искусство совершает по отношению к жизни разрушительное дело. Недаром искусство почти во все времена бывает гонимо, иначе и не может быть, оно всегда враждебно данным формам жизни, и наиболее враждебно тогда, когда кажется наиболее покорным. Конец цитаты Август Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано косою полосой шафрановую от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома-посёлка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня шестое августа, по старому преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная, как знаменье, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, ногой трепещущий ольшанник в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушинами перекликалась даль протяжно. В лесу казённой землемершию стояла смерть среди погоста, смотря в лицо моё умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой, праведческий, звучал, нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская, из золота второго спаса смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся без унижений, бросающая вызов женщина, я – поле твоего сраженья. Прощай, размах крыла расправленный, полётовольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Я один. Всё тонет в фарисействе. Отказ советских издательств напечатать роман «Доктор Живаго» побудил Бориса Леонидовича Пастернака отдать рукопись итальянским коммунистам. В 1957 году роман вышел за рубежом. В октябре 1958-го поэту была присуждена Нобелевская премия. После травли Ахматовой и Зощенко в 1946-м и безродных космополитов в конце 40-х кудреватым мудрейкам, недотыкам кам и доцентам донских по шиба 50-х ещё не бросали столь восхитительно сочную кость. На уськанные они брехали взахлёб. Гнев и возмущение. Советские люди осуждают действия Б. Пастернака. Лягушка в болоте. Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка. Провокационная вылазка международной реакции. Вызов всем честным людям. Пасквилянд. Иуда. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ, в скором будущем председатель КГБ СССР, принявший деятельное участие в смещении Хрущёва в 1964-м, товарищ Семичастный назвал поэта паршивой овцой, поскольку до сравнения даже со свиньёй тот не заслужил. Она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньёй, то свинья не сделает того, что он сделал. ГАМЛЕТ Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далёком отголоске, что случится на моём веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, авва-очи, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но сейчас идёт другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один. Всё тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Если трагедия вообще является высшей формой художественного творчества, то Гамлет – высшая из высших. Это трагедия трагедий. Это не простая восточная пышность выражения. Это имеет вполне определённый смысл. Именно трагедия трагедий. В ней уловлено то, что в трагедии составляет трагедию. Самое начало трагическое. Самая сущность трагедии. Её идея. Её тон. То, что обычную драму превращает в трагедию. То, что есть общего у всех трагедий. Та трагическая бездна и те законы трагического, на которых все они построены. Эта трагическая бездна, которая ощущается за каждым словом, придаёт всей пьесе свой смысл. И не потому ли, что она трагедия трагедий, нет в ней того, что необходимо должно быть во всякой трагедии – бездейственности. Каждое положение, каждый её эпизод – есть тема для отдельной трагедии. Каждое лицо может стать героем особой трагедии. Её можно расчленить на столько отдельных трагедий, сколько есть в ней отдельных действующих лиц. Или даже больше. Сколько есть в ней отдельных интриг. Ибо некоторые лица могут быть героями нескольких трагедий. Но эти отдельные трагедии не разработаны, а только намечены, даны в намёках, не расчленены, а соединены вместе, причём обёрнуты друг другу какой-то общей всем им стороной. Так что соединение их даёт трагедию трагедий, где условленно их общая сторона. Лев Семёнович Вогоцкий. Трагедия о Гаврите. На срочном собрании московских писателей Бориса Пастернака исключают из рядов писчих бойцов за дело построения коммунистического далеко и всем скопом, вынося единодушное осуждение, просят советское правительство лишить поэта гражданства и выслать за пределы СССР. В трагедии трагедий погибших его друзей единодушное осуждение – это была общая всем сторона. В обсуждении принимают участие хорошо знакомые персонажи закатной поры советской литературы – Михалков, Инбер, Шагинян, Катаев, Гуля, Турсун-Заде, Полевой, Салаухин, Безыминский, Щипачёв и другие с утраченными лициями и фамилиями. Свора. В комментарии к циклу «Несколько стихотворений» поэт записал «Сегодня, 17 февраля 1956-го, разбирая эти немногие дополнения, которые у меня есть, и, напав на эти стихи, вспомнил отчётливо. Я не всегда был такой, как сейчас, ко времени написания второй книги доктора Живаго. Именно в тридцать шестом году, когда начались эти страшные процессы, вместо прекращения поры жестокости, как мне в тридцать пятом году казалось, всё сломилось во мне, и единение со временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушёл в переводы. Личное творчество кончилось, оно снова пробудилось накануне войны, может быть, как её предчувствие в 1940 году на ранних поездах». Бессонница Бессонница Который час Темно Наверно, третий Опять мне видно, глаз сомкнуть не суждено Пастух в посёлке щёлкнет плетью на рассвете Потянет холодом в окно, которое во двор обращено А я один, неправда ты, всей белизны своей сквозной волной со мной. 1953 По давнишнему убеждению критики, Гамлет – трагедия воли, это правильное определение. Однако в каком смысле понимать его? Безволие было неизвестно в шекспировское время, и этим не интересовались. Облик Гамлета, обрисованный Шекспиром так подробно, очевиден и не вяжется с представлением о слабонервности. По мысли Шекспира, Гамлет – принц крови, ни на минуту не забывающий о своих правах на престол, баловин старого двора и самонадеянный вследствие своей большой одарённости самородом. В совокупности черт, которыми его наделил автор, нет места дряблости – они её исключают, скорее напротив. Зрителю предоставляется судить, как велика жертва Гамлета, если при таких видах на будущее он поступает со своими выгодами ради высшей цели. Борис Пастернак. Замечание к переводам Шекспира. 27 октября 1958 Пастернак пишет письмо в Президиум Правления Советских Писателей. 1. Я искренне хотел прийти на заседание и для этого приехал в город, но неожиданно почувствовал себя плохо. Пусть товарищи не считают моего отсутствия знаком невнимания. Записку эту пишу в торопях и, наверное, не так гладко и убедительно, как хотел бы. 2. Я ещё и сейчас после всего поднятого шума и статей продолжаю думать, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные доктору Живаго. Я только шире понимаю права и возможности советского писателя и этим представлением не унижаю его звание. 3. Я совсем не надеюсь, чтобы правда была восстановлена и соблюдена справедливость, но всё же напомню, что в истории передачи рукописи нарушена последовательность событий. Роман был отдан в нашей редакции в период печатания произведения Дудинцева и общего смягчения литературных условий. Только спустя полгода рукопись попала в руки итальянского коммунистического издателя. Лишь когда это стало известно, было написано письмо редакции «Нового мира», приводимое литературной газетой. Умалчивают о договоре с гослит-издатом, отношения по которому тянулись полтора года. Умалчивают об отстрочках, которые я и спрашивал у итальянского издателя и которые он давал, чтобы гослит-издат ими воспользовался для выпуска цензурованного издания, как основы итальянского перевода. Ничем этим не воспользовались. Теперь огромным газетным тиражом напечатаны исключительно одни неприемлемые его места, препятствовавшие его изданию, и которые я соглашался выпустить, и ничего кроме грозящих мне лично бедствий не произошло, отчего же нельзя было его напечатать три года тому назад с соответствующими изъятиями. 4. Дармоедом в литературе я себя не считаю, кое-что я для неё, положа руку на сердце, сделал. 5. Само мнение никогда не было моим грехом. Это подтвердят те, кто меня знает. Наоборот, я личным письмом к Сталину просил его о праве трудиться в тишине и незаметности. 6. Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснётся общество, честь которого я составляю. В моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому, оказана вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчён, что был так слеп и заблуждался. 7. По поводу существа самой премии ничто не может меня заставить признать эту почесть позором и, оказанную мне честь, отблагодарить ответной грубостью. Что же касается денежной стороны дела, я могу попросить шведскую академию внести деньги в фонд Совета мира, не ездить в Стокгольм за её получением или вообще оставить её в распоряжении шведских властей. Об этом я хотел бы переговорить с кем-нибудь из наших ответственных лиц. Быть может, с Поликарповым. Спустя недели полторы-две, в течение которых я приду в себя от уже полученных и ещё ожидающих меня потрясений. 8. Я жду для себя всего, товарища, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много. Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит. Борис Пастернак 31 октября поэт извещает ЦК КПСС, Советское правительство и лично Хрущёва, что уведомил Шведскую академию о своём добровольном отказе от премий. Он признаёт, что выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти и потому просит не принимать по отношению к нему этой крайней меры. Нобелевская премия Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу, ходу, нет. Тёмный лес и берег пруда, Еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду, Путь, что будет, всё равно. Что же сделал я за пакость, Я, убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, Верю я, придёт пора, Силу подлости и злобы Отдалеет дух добра. Январь 1959. В битве за Родину у поэта одно оружие – слово. Но это слово, которое было в начале. У своры около литературной челяди слова, 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 многословия пустых ничего, не значащих флексий, префиксов, междометий и полное отсутствие корней как в слове, так и на земле. Изгой Пастернак – заложник, взятый в плен времени. Но он – заложник вечности. А если время, в котором жил художник – это странный, прыгающий в застой через оттепель из людоедства народ и его партийные бонзы, то каким же ещё словом, жизнью, духом можно его спасти? Каким усилием большелобово тихого химика воскресить? А если все они – черти, что решили в аду построить рай, надо ли воскрешать? Николай Фёдорович Фёдоров не застал, как страна покрылась сетью главного управления лагерей, и вряд ли успел осознать первые шаги тех вождей, в гениальной догадке которых зарождалось общество бюрократической номенклатуры. А иначе бы крепко подумал, общее ли у нас с ними дело. С кончиной Кремлёвского горца дух революции не стал менее враждебен революции духа. Ночь не обратилась в день. Но и от духа революции, если ещё в 1923-м остались «х» до «трубка» , то треть века спустя – одно только количественное выражение. В Центральный музей современного искусства к тому времени поступила целая коллекция трубок Кремлёвского горца, а номенклатурно-распределительный аппарат всё ещё формально тужился пустить в лёд паровоз, остановка которого намечалась в коммуне. На всякий случай бронепоезд на запасном пути был припаркован ещё долгое время, так что при количественном росте революционных символов личностные качества пионеров и революционеров неизменно подлежали нивелировке, укорочению личности, как говорил Иосиф Бродский. Детский ум был опасен для семьи. Маленькие мыслители своей искренности могли подставить семью под удар, малыши способны додуматься до крамолы и высказать её вслух. Официальный пропагандистский напор и вынужденные им встречные действия родителей, пресекавших размышления детей, приводили к тому, что все образы, внушаемые пропагандой, становились сакральными в настоящем архаическом смысле слова. Самые священные фигуры и понятия оборачивались и самыми опасными, таинственными, зловещими. Многозначное латинское прилагательное «sacr», «sacra», «sacru» означает не только священный, вызывающий благоговейное уважение, но и обречённый подземным богам, проклятый, гнусным, отвратительным. Каждому, кто был советским ребёнком, известны семейные практики в этой области, но такие практики не обсуждались и фактически не упоминались никогда, ни в советское время, ни в послесоветское. В 60-е и 70-е годы массовым практическим решением был избирательный запрет. Ребёнку внушалось, что думать и говорить о сакральных образах по своей воле нельзя. Родители с разной степенью суровости пересекали любое упоминание о них. Это относилось к Ленину, Брежневу, коммунизму, партии. О них было можно и строго обязательно говорить в специально отведённое время в специально отведённом месте, например, когда воспитательница читает стишок про Ленина и велит повторить. Для школьников специальными хронотопами были пионерская линейка, ленинский зачёт, политинформация. Причём говорить о сакральном следовало именно и только теми словами, которые прежде были произнесены воспитательницей или учительницей. Этого требовали и родители, и педагоги. Елена Иваницкая «Один на один с государственной ложью». Идёт без проволочек и тает прочь, впока над спящим миром лётчик уходит в облака. Он потонул в тумань, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье. Под ним ночные бары, чужие города, казармы, кочегары, вокзалы, поезда. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла, блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным, страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повёрнут млечный путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из-под крыши Венера или Марс глядят, какой в афише объявлен новый фарс. Кому-нибудь не спится в прекрасном далеке, на крытом черепицей старинном чердаке. Он смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его ночных забот. Не спи, не спи, работай, не прерывай труда. Не спи, борись, дремоты, как лётчик, как звезда. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Но ты вечности заложник у времени в плену. 1956 В 1922 в Берлине Марина Цветаева открывает для себя поэзию Бориса Пастернака. Сестра моя жизнь, первое моё движение, стерпев её всю, от первого удара до последнего руки настежь, так, чтоб все суставы хрустнули, я попала под неё, как под ливень. Ливень, всё небо на голову, отвесом, ливень прямо, ливень в кость, сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых. Ты ни при чём, раз уж попал, расти, световой ливень. Пастернак – большой поэт. Он сейчас больше всех. Большинство исущих были, некоторые есть. Он один будет. Ибо по-настоящему его ещё нет. Лепет, щебет, дребезг. Весь взавтра. Захлёбывание младенца, и этот младенец – мир. Захлёбывание. Пастернак не говорит. Ему некогда договаривать. Он весь разрывается. Точно грудь не вмещает. Ах! Наших слов он ещё не знает. Что-то островитянски-ребячески-перворайски невразумительное и опрокидывающее. В три года это привычно и называется «ребёнок». В двадцать три года это непривычно и называется «поэт». О, равенство, равенство! Скольких нужно было обокрасть Богу вплоть до седьмого колена, чтобы создать одного такого пастернака. Самозабвенный, себя не помнящий, он вдруг иногда просыпается и тогда, высунув голову форточку в жизнь с маленькой буквы. Но, о чудо! Вместо осиянного трёхлетнего купола, не чудаковатый ли колпак марбургского философа и голосом заспанным, с чердачных своих высот во двор, детям, какое милое у нас тысячелетие на дворе? Будьте уверены, что ответа он уже не услышит. Возвращаюсь к младенчеству пастернака. Не пастернак – младенец, ибо тогда он рос бы не в зоре, а в сорокалетнее упокоение, участь всех земнородных детей. Не пастернак – младенец, это мир в нём – младенец. Самого пастернака я бы скорее отнесла к самым первым дням творения. Первых рек, первых зорь, первых гроз он создан до своего Адама. Марина Цветаева, Световой ливень Мгновенный снег, когда булыжник узрин, Апрельский снег – оплошливый снежок. Резвись и тай, земля, как пончик в пудре, И рой огни, как лакомки ожог. Несись с небес, лишай деревья весу, Ерош берёзы швабрами шурша. Ценители не смыслят ни бельмеса, Враги уйдут, не взявши ни шиша. Ежеминутно можно глупость ляпнуть, Тогда прощай, ахунка, и хвала. А ты, а ты, бессмертная внезапность, Ещё какого выхода ждала? Ведь вот и в этом диком снеге летом Опять поэта оторок и стать. И не всего ли подлиннее в этом? Как знать? 1929. Борис Пастернак для меня святыня. Это вся моя надежда. То небо за краем земли, То, чего ещё не было, что будет? Марина Цветаева После 1935 года из лирики Пастернака Исчезает слово «друг». В перемене стихотворении 1956 года он говорит «Я льнул когда-то к беднякам Не из возвышенного взгляда, А потому что только там шла жизнь Без помпы и парада. Хотя я с барством был знаком И с публикою деликатной, Я дармоедству был врагом И другом голе перекатной». Друзья были в детстве, юности, молодости. Хотя и тогда их было немного, Если исключить друзей метафорических, Друг детства, дом отцов. Но друг и сам был городом, Как Омск и Томск. Подруг было много больше, А друзей раз-два и обчёлся. Талантов много, духу нет, Даёт горькую оценку поэт. Последним из друзей был Райнер Мария Рильке. Австрийский поэт умер в конце декабря 1926. Узнав в марте того года, Что Рильке с удовольствием прочёл его стихи И искренне обрадован его ранней славой, Борис Пастернак поднялся, Отошёл к окну и заплакал. Я не больше удивился бы, Если бы мне сказали, Что меня читают на небе. Родное ему существовало на свете. И какое! Это как если бы рубашка лопнула От подъёма сердца, Рассказывал сестре. Марине Цветаевой Ты вправе, Вывернув карман, Сказать, Ищите, Ройтесь, Шарьте, Не всё равно, Чем сыр туман, Любая быль, Как утро в марте. Деревья в мягких армяках Стоят в грунту из гумигутта, Хотя ветвям наверняка Не в моготу среди закута. Роса бросает ветки в дрожь, Струясь, как шерсть, На мереносе. Роса бежит, Тряся, Как ёж, Сухой копной У переносья. Мне всё равно, Чей разговор Ловлю Плывущей Неоткуда, Любая быль, Как вешний двор, Когда он дымкою Окутан. Мне всё равно, Какой фасон Суждён При мне По кровью Платьев, Любую быль Сметут, Как сон, Поэта в ней Законопатель. Клубясь Во много рукавов, Он двинется Подобно Дыму Из дыр Эпохи роковой, В иной Тупик Непроходимый. Он Вырвется, Курясь Из прорв Судеб, Расплющенных В лепёху, И внуки скажут, Как про торф Горит Такого-то Эпоха. 1929-й На его глазах Рушились планеты. Друзья И те, Кто считались друзьями, Уходили из жизни. Застрелился Владимир Маяковский, В тюремной бане Скончался Осип Мандельштам, Покончила с собой Марина Цветаева, Переписка с кем Одно время Составляла Его Дыхание. В Некрологе На гибель Маяковского В памяти друга Правда 15 апреля 1930 года Подпись Бориса Пастернака Отсутствует. Подписи Поэтов И писателей Николая Осеева, Семёна Кирсанова, Михаила Кольцова И других Как под конвоем Выстроены В сопровождении Автографов Начальника Секретно-политического Отдела ОГПУ Якова Агранова В начале И сотрудника ОГПУ Льва Эльберта В конце. Их пути Разошлись В 1927-м, Когда Борис Пастернак Окончательно И бесповоротно Решил покинуть Лев И потребовал Вычеркнуть его имя Из списка сотрудников Журнала Новый Лев. 26 июля Он поставил Редакцию Журнала В известность. Несмотря на моё Устное заявление Об окончательном Выходе из Лева, Сделанное На одном из Майских собраний, Продолжается Печатание Моего имени В списке сотрудников. Такая Забывчивость Предосудительна. Вашему коллективу Прекрасно известно, Что это было Расставание Бесповоротное И безоговорок. В отличие От зимнего, Тотчас По моём Ознакомлении С первым номером, Когда собранию Удалось Уговорить Меня Воздерживаться От открытого разрыва И удовольствоваться Безмолвным Безучастностью К условной Видимости Моего Участия. Благоволите Поместить Целиком Настоящее Заявление В вашем Журнале Борис Пастернак Редакционному Коллективу Лифа Душа Душа моя, Печальница О всех В кругу моём, Ты стала Усыпальницей Замученных живьём, Тела их Бальзамируя, Им Посвящая Стих, Рыдающую Лирою Оплакивая Их, Ты в наше время Шкурное За совесть И за страх Стоишь Могильной Урною Покоящей Их Прах. Их муки Совокупные Тебя Склонили Ниц, Ты пахнешь Пылью Трупною Мертвецких И гробниц. Душа моя, Скудельница, Всё видимое Здесь, Перемалов, Как мельница, Ты превратила В смесь. И Дальше, Перемаловай, Всё бывшее Со мной, Как сорок лет Без малого, Погосный Перегной. 1956. Почему Именно Посредственность Таким Пристрастиям Занята Законами Великого? У неё своё представление о художнике, бездеятельное, усладительное, ложное. Она начинает с допущения, что Шекспир должен быть гением в её понимании, прилагает к нему своё мерило, и Шекспир ему не удовлетворяет. Борис Пастернак Замечание к переводам из Шекспира В ответе на анкету сборника «Наши современники» 1928-й поэт сообщал, «Из поэтов больше всего обязан своим внутренним строем немецкому поэту Райнеру Марии Рильке. Из живых современников любимейший и наиболее по задаткам и задачам близкий поэт Марина Цветаева. Затем Николай Тихонов. Маяковский, которого я боготворил, и Осеев, дарование которого тоже редко оставляло меня равнодушным, давно переживают трудное и критическое для них время. С левом никогда ничего не имел общего. Я не знаю, что связало обоих названных поэтов с десятком других людей, не успевших вовремя подыскать себе профессию и не удовлетворяющих той норме, которую обладают. Новорожденный, первобытный дикарь и современный ремесленник, то есть человек, получивший отражённое воспитание от дела, которому он себя посвящает. Долгое время я допускал соотнесённость с Левом ради Маяковского, который, конечно, самый большой из нас. Весь прошлый год с первого же номера возобновлённого журнала я делал бесплодные попытки окончательно выйти из коллектива, который и сам-то числил меня в своих рядах лишь условно и вырабатывал свою комаринную идеологию, меня не спрашиваясь. Они долго оставались в туне, меня просили ограничиться пассивным безучастием и своего несогласия на улицу не выносить. Скоро сохранять эту тайну стало невозможно. Я стал попадать в положения двусмысленные и нестерпимые. Летом я написал в редакцию письмо о категорическом выходе с просьбой его напечатать. Оно напечатано не было, но так как вообще Лев мне представляется явлением призрачным, состава и вещества, которого я не в силах постигнуть, то я эту выходку оставляю без внимания, потому что бороться можно только в материи и с материей, а не с претензиями полувоображаемой и неуловимой среды. Сильнейшее моё убеждение, что из Лева первому следовало уйти Маяковскому, затем не сосеевым, так как сейчас государство равно обществу, то оно более, чем какое бы то ни было, нуждается в честной сопротивляемости своих частей, лишь в меру этой экспансивности и реальных. Лев удручал и отталкивал меня своей избыточной советскостью, то есть угнетающим сервилизмом, то есть склонностью к буйствам с официальным мандатом на буйство в руках. Борис Пастернак По скрипту Я пишу это с налёта начерно и не для цитат. Борис Пастернак, анкета издания. Рослый стрелок, осторожный охотник, призрак с ружьём на разливе души, не добирай меня сотым до сотни, чувству на корм по частям не кроши, дай мне подняться над смертью позорной, с ночи одень меня в тальник и лёд, утром спугни с мочежиной озёрной, целься, всё кончено, бей меня в лёд. За высоту ж этой звонкой разлуки, о, пренебрёгнутые мои, благодарю и целую вас руки, Родины, Робости, Дружбы, Семьи. 1928 Еще более резко звучат оценки Бориса Пастернака в автобиографическом очерке «Люди и положение», 1957 г. Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды, во время обострения наших разногласий, у Осеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство. Ну что же, мы действительно разные, вы любите молнию в небе, а я в электрическом утюге. Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрение себя и товарищей силою в общественном сознании. Компанейство, артельщины, подчинение голосу злободневности. Еще непостижимее мне был журнал «Лев», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нём защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доводивший своё отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное полуискусство, которое процветало в Лефе, не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать. За вычетом предсмертного и бессмертного документа во весь голос, позднейший Маяковский, начиная с мистерии Буф, недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощрённая бессодержательность, эти общие места избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, не существующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным. Но по ошибке нас считали друзьями, и, например, Есенин в период недовольства имаженизмом просил меня помирить и свести его с Маяковским, полагая, что я наиболее подхожу для этой цели. Хотя с Маяковским мы были на «вы», а с Есениным на «ты», мои встречи с последним были ещё реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу верности. То завязывали драки до крови, И нас силою разнимали и растаскивали посторонние. Борис Пастернак, Люди и положение За поворотом, в глубине лесного лога, Готово будущее мне, вернее, залога. Его уже не втянешь в спор И не заластишь. Оно распахнуто, как бор, Всё вглубь, всё настишь. Март 1958 Борис Пастернак За поворотом Летом 1922 года в квартире на девятом этаже дома в Хутемасо на Мясницкой рафинированный небожитель познакомился с молодой семьёй Силловых. Супругу Владимиру был 21 год, а его жене Ольге 20. В составе литературной группы «Творчество» они по вызову Луначарского приехали из Владивостока и остановились первое время у Николая Осеева. Затем поэт часто встречался с ними в общежитии на воздвиженке, в комнате, пустой, но с роялем посередине, на котором любил импровизировать рафинированный небожитель. Журналист Силов занимался историей революционного движения, читал лекции про литкульти, составил библиографию Хлебникова. Его жена училась в высшем литературно-художественном институте, переводила с английского. О своём отношении к Силову поэт сообщал в письме Чуковскому 17 марта 1930 года. «Это случилось не рядом, а в моей собственной жизни. С действием этого события я не расстанусь никогда. Из левовских людей в их современном облике это был единственный честный, живой, укоряющий благородный пример той нравственной новизны, за которую я никогда не гнался, по её полной недостижимости и чуждости моему складу, по воплощению которой, безуспешному и вишсловесному, весь лев служил ценой попрания, где совести, где дара. Был только один человек, на мгновение придававший вероятность невозможному и принудительному мифу. И это был Силов. Скажу точнее, в Москве я знал одно лишь место, посещение которого заставляло меня сомневаться в правоте моих представлений. Это была комната Силовых в пролеткульцевском общежитии на Воздвиженке. Я не видел его больше года. Отход мой от этой среды был так велик, что я утерял из виду даже и его. Здесь я прерываю рассказ о нём, потому что сказанного достаточно. Если же запрещено и это, то есть, если по утрате близких людей мы обязаны притворяться, будто они живы, и не можем вспомнить их и сказать, что их нет, если моё письмо может навлечь на вас неприятности, умоляю вас, не щадите меня и отсылайте ко мне, как виновнику. Это же будет причиной моей полной подписи. Обыкновенно я подписываюсь неразборчиво или одними инициалами. Борис Пастернак, письма, 27.34. Не трогать Не трогать, свежевыкрашен, душа не береглась, и память в пятнах икр, и щёк, и рук, и губ, и глаз. Я больше всех удач и бед за то тебя любил, что пожелтелый белый свет с тобой белей белил. И мгла моя, мой друг, божусь, он станет как-нибудь белей, чем бред, чем абажур, чем белый бинт на лбу. 8.03.1930 Владимир Силов был арестован. 13.03. осуждён коллегией ОГПУ за шпионаж и контролюционную пропаганду, а 16.03. из письма к отцу, 26.03.1930 Да что и говорить. Вот тебе пример того, как я живу. Знал я одного человека с женой и ребёнком, прекрасного, образованного, способного в высшей степени и в лучшем смысле слова – передового. К возрастам он был мальчик против меня. Мы часто с ним встречались в периоде между 24 и 26 годами. А по роду своей деятельности он был лектором по истории и теории литературы в пролеткульте и в нескольких рабочих клубах. Главное же по чистоте своих убеждений и по своим нравственным качествам он был, пожалуй, единственным при моих обширных знакомствах, кто воплощал для меня живой укор в том, что я не как он, не марксист и т.д. В последнее время я мало с кем встречаюсь. Недавно я случайно и с месячным запозданием узнал о том, что он погиб от той же болезни, что и первый муж покойной Лизы. После всего изложенного ты поймёшь, как ужасен этот случай. Пастернак Письма О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплёкой я подказался наотрез. Начало было так далёко, так робок первый интерес. Но старость – это Рим, который взамен турусов и колёс не читки требуют с актёра, а полной гибели, всерьёз. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлёт раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба. Письмо Чуковскому было написано на следующий день после провальной премьеры бани Владимира Майковского. У подъезда театра Всеволодомир Хольда небожитель встретил небесталанного вроде поэта Кирсанова, которого и спросил – Ты знал, что Хенен расстрелян? – Давно! – протянул тот, как будто речь шла о женитьбе или получении квартиры. На этом отношения с Кирсановым прекратились. По жизни. Время как время – ничего особенного. Пастернак поспешил навестить Ольгу Силлову. Узнав о расстреле мужа, она пыталась выброситься из окна и ударом кулака разбила стекло, но её удержали. Шрам на руке уже зарубцовался – это иррационально, это как судьба. Мы тасовались, как колода карт. До выстрела Владимира Майковского взрыва Этмы в предгорде трусов и трусих оставалось менее месяца. Дурные дни. Когда на последней неделе входил он в Иерусалим, осаны навстречу гремели, бежали с ветвями за ним. Одни всё грозней и суровей, любовью не тронуть сердец, презрительно сдвинуты брови. И вот послесловие. Конец. Свинцовую тяжестью всею легли на дворы небеса, Искали улик фарисеи, юля перед ним, как лиса. И тёмными силами храма он отдан подонкам на суд И с пылкостью той уже самой, как славили прежде, клянут. Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот, толклись В ожидании развязки и тыкались взад и вперёд. И полз шепоток по соседству, и слухи со многих сторон, И бегства в Египет и детства уже вспоминались, как сон. Припомнился скат величавый в пустыне и та крутизна, С которой всемирной державой его соблазнял сатана. И брачное пиршество в Кане, и чудо-дивящийся стол, И море, которым в тумане он к лодке, как посух, ушёл, И сборище бедных в лачуге, и спуск со свечою в подвал, Где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешённый вставал. И не кончается объятье В повседневной жизни условия, в которых живёт человек, Определяют его сознание и поведение. В эстмате это положение известно как «бытие определяет сознание». А значит, в повседневной жизни человек не творит, а только повторяет. Поступает так, как поступают другие. И потому, как правило, движим толпой и близким ему социальным окружением. Коллективизм подобного рода антагонистичен индивидуализму личности, принимающей сознательное решение. Сознательным оно становится, если человек в состоянии взять на себя ответственность творческого отношения к действительности. Тогда его решение весомо, личность самостоятельна, жизнь значительна. Это и есть революция духа, означающая творческое действие и рефлексивное понимание мира, общества и культуры, а не социальные бури и мятежи. Подмена происходит, когда исторический перелом есть, месть растылителям и эксплуататорам налицо, а быт, образцы жизни и поведения остаются те же, только золотые погоны и аксельбанты меняются на кожаные куртки, скипетр и орёл, на серп и молот, Петроград, на Москву. Иний Глухая пора листопада, Последних гусей косяки. Расстраиваться не надо, У страха глаза велики. Пусть ветер рябину занянчив, Пугает её перед сном, Порядок творения обманчив, Как сказка с хорошим концом. Ты завтра очнёшься от спячки И, выйдя на зимнюю гладь, Опять за углом водокачки Как вкопанный будешь стоять. Опять эти белые мухи И крыши, и святочный дед, И трубы, и лес лопоухий Шутом маскарадным одет. Всё обледенело с размаху В попахе до самых бровей, И крадущейся росомахой Подсматривает с ветвей. Ты дальше идёшь с недоверьем, Тропинка ныряет во враг, Здесь и не осводчатый терем, Решётчатый тёз на дверях. За снежной густой занавеской Какой-то сторожке стена, Дорога и край перелеска, И новая чаща видна. Торжественное затишье, Оправленное в резьбу, Похоже на четверостишье О спящей царевне в гробу. И белому мёртвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу – Благодарствуй! Ты больше, чем просят, даёшь! 1941 В глухую пору второй половины тридцатых Повседневной жизнью поэта были переводы – Шекспир, откликом которого он стал. Его жизнь оказывается слишком глухой и будничной Для такого имени. У него не было своей библиотеки, И он слишком коряво подписался под завещание. Представляется подозрительным, Как одно и то же лицо могло Так хорошо знать землю, травы, Животных и все часы дня и ночи, Как их знают люди из народа, И в то же время быть настолько Своим человеком в вопросах истории, права и дипломатии, Так хорошо знать двор и его нравы. И удивляются, и удивляются, забыв, Что такой большой художник, как Шекспир, Неизбежно есть всё человеческое вместе взятое. Борис Пастернак Замечание к переводам из Шекспира Серебряный век откликался на золотой. Фёдор Сологуб объяснял. «На всякий звук свой отклик В воздухе пустом родишь ты вдруг», – Говорит Пушкин и сравнивает поэта с эхом, Которая откликается на все многозвучные призывы жизни. «Только эхо», – думал о поэте поэт, – Но сам-то он меньше, чем кто бы то ни было другой, Был таким эхом. И, тем не менее, в его определении есть доля истины. Та жизнь, верным откликом которой хотел быть великодушный поэт, Имела в себе, очевидно, какую-то полнозвучность, Некоторую гармоничную стройность. Стройность эта проистекала из того, Что жизнь была в достаточной степени Проникнута элементами сотворённого былым искусством. Была культурным бытом. Степень культурности этого быта Могла быть очень невысокую, Но для своей степени Быт этот был крепок, строен и очарователен. Сила его была в том, Что он был ещё не обветшалым Воплощением древнего, но ещё живого мифа. Не потому и самому Пушкину Не казалось унизительным быть откликом голосов жизни, Что эти голоса сами по себе были значительны, Как голоса царственной повелительницы И строительницы жизни. А потому, что в этих голосах Его чуткое ухо слышало отзвук Истинной строительницы мира, Державной мечты, Когда-то в веках создавшей те мифы, Которыми всё ещё жива была В его дни жизнь. Пассивная и ничего сама по себе не могущая, Вся насквозь составленная Из повторяющихся по неизбежным законам Причинности рядов механических явлений, Жизнь была некогда осмыслена Гениальным чем-то домыслом. Кто-то своевольный Сплёл по своему капризу Далеко друг от друга стоявшие ряды представлений, И в глубине своего духа Придал им такую произвольную, Совершенно субъективную окраску, Которая не была подсказана ему Никакою внешней силой. Своё изобретение он внушил другим, И это было легко. Человек так уж устроен, Что верит не своему тусклому опыту, А скорее чужой уверенности. Фёдор Сологуб – поэты-боятели жизни Уверенность, с какой большевики захватили власть, Заключили Брестский мир, Обнивили террор, За небольшим вычетом Восстановили империю в прежних границах, Порезвились и покончились с Непом, Решало всё. Миф о православии, Державности и народности Был стёрт домыслами о коммунистическом далеко, Новых сказителей и мифотворцев, Которым Борис Пастернак Притираться был не намерен. Некоторое время поэт-попутчик Мог ощущать удивительное равновесие Общественной и душевной жизни, Когда в 1931 году Улюбился в Зинаиду Николаевну Никгаус, Или когда в апреле 1932 ЦК ВКПБ Прикрыл оголтелую ассоциацию Пролетарских писателей И показалось, Что наступает свобода творчества. Но сколь хрупким И непродолжительным Было это равновесие Среди голода И ужасающей нищеты Коллективизированных деревень. Домыслы домыслами, Современность перед историей, Что девочка перед женщиной, А жить легче не стало. Зимняя ночь Мело, мело по всей земле, Во все пределы, Свеча горела на столе, Свеча горела. Как летом роем мошкара, Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме. Метель лепила на стекле Кружки и стрелы, Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени Скрещенья рук, Скрещенья ног, Судьбы скрещенья. И падали два башмачка Со стуком на пол, И воск слезами с ночника На платье капал, И все терялось В снежной мгле Седой и белой, Свеча горела на столе, Свеча горела. На свечку дуло из угла, И жар соблазна вздымал, Как ангел два крыла, Крестообразно. Мело весь месяц, В феврале. И то и дело, Свеча горела на столе, Свеча горела. Быков и Мочалов Отмечают Для Пастернака Скрещения рук, Скрещения ног И судьбы скрещения С ранней молодости В одном ряду. Христианство, эра, С революция Завязаны в единый узел. Революция – месть За унижение женщины. Христианство – любовь, Жалость к униженной женщине. Здесь – зерно Мировоззрения Пастернака. И здесь же его Главное отличие от блока. Дмитрий Быков, Борис Пастернак Поэт наибольшей пронзаемости, Следовательно, пронзительности. Всё в него ударяет. Есть очевидная Справедливость в неравенстве. Благодаря вам, Единственный поэт, Освобождён от небесных громов. Ни один человеческий купол. Удар – отдача. И молниеносность этой отдачи У тысячерионность, Тысячегрудое эхо всех его Кавказов, Понять не успев, Отсюда и чаще в первую секунду, А часто и в последнюю – Недоумение. Что? В чём дело? Ни в чём. Прошло. Пастернак – это сплошное настежь. Глаза, Ноздри, Уши, Губы, Руки. До него ничего не было. Все двери с петли. В жизнь. И вместе с тем, Его более чем кого-либо Нужно вскрыть. Поэзия умыслов. Так понимаешь Пастернака, Вопреки Пастернаку, По какому-то свежему, Свежейшему следу. Молниеносный. Он для всех обременённых Опытом небес. Буря – единственный выдох неба. Равно как небо – Единственная возможность быть буре. Единственное ресталище её. Иногда он опрокинут. Напор жизни за вдруг распахнутой дверью Сильнее, чем его упорный лоб. Тогда он падает блаженно, Навзначе. Более действенный в своей опрокинутости, Нежели все задыхающиеся в эту секунду, Карьером поверх барьеров, Жеки и курьеры от поэзии. Марина Цветаева. Цветовой ливень. Вальс с чертовщиной Только заслышу польку вдали, Кажется, вижу в замочную скважину. Лампы задули, сдвинули стулья, Пчёлками кверху порх фитили, Масок и ряженых движется улей, Это за щёлкой ёлку зажгли. Великолепие выше сил, Туши и сепии, и белил, Синих, пунцовых и золотых, Львов и танцоров, львиц и фронтих, Реньги-былузок, пеньги дверей, Рёв карапузов, смех матерей, Финики-книги, игры-нуга, Иглы-ковриги, скачки-бега. В этой зловещей сладкой тайге Люди и вещи на равной ноге, Этого бора вкусный цукат К шапок разбору рвут нарасхват. Душно от лакомств, ёлка в поту, Клеем и лаком пьёт темноту. Всё разметало всем из стекла, Вся из металла и из стекла Искрица сала брызжет смола, Звёздами в залу и зеркала И догорает до тла мгла. Мало-помалу толпою усталой Гости выходят из-за стола. Шали и боты и башлыки, Вечно куда-нибудь их занапастишь, Ставни ворота и дверь на крюки, В верхнюю комнату форточку настежь. Улицы зимний, синий испуг, Время пред третьими петухами И возникающий в форточной раме Дух сквозняка, задувающий пламя, Свечка за свечкой, явственно, вслух. Фук, 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 фук 1941 Судьбы скрещения приводит поэта К началу лета 1931 года на Урал. Заброшенный на великие стройки социализма, Он пишет Зинаиде Николаевне Нейгаус. «Жизнь моя, моя горячо любимая, Единственная моя, Моё самое большое и предсмертное, Зина, ликованье моё и грусть моя, Наконец-то я с тобою, Я в Челябинске, Я дня через три выйду отсюда в Москву, Езды около четырёх суток, А в Кузнецк не поеду. Я уже знаю, как всё это делается. Строятся действительно огромные сооружения. Громадные пространства под стройкой, Постепенно покрываясь частями зданий, Дают понятие о циклопических замыслах И о производстве, которые в них возникают, Когда заводы будут построены. Хотя это говорилось сто раз, Всё равно сравнение с Петровой стройкой Напрашивается само собой. Таково строительство в Челябинске. То есть безмерно, едва глазом охватываемая площадь На голой, близистопесчаной равнине, Тянущаяся за городом в параллель ему. Над ней бегут грязные облака, По ней бегут облака сухой пыли, И вся она на десятки километров Утыкана нескончаемыми лесами, Изрыта котлованами и прочее, и прочее. Это строит тракторный завод. Один только из цехов которого Растянулся больше, чем на полверсты, То есть будет ютить больше, чем два квадратных километра Под одной крышей. Это с одной стороны. С другой, рядовая человеческая глупость Нигде не выступает в такой стадной стандартизации, Как в обстановке этой поездки. Поехать стоило и для этого. Мне всегда казалось, что в бесплодии Городского ударного языка Есть искажённый отголосок какого-то другого, На котором на местах говорит, быть может, правда. Я уверился в обратном. Съездить стоило и для этого. Теперь мне ясно, что за всем тем, Что меня всегда отталкивало своей пустотой и пошлостью, Ничего облагораживающего или объясняющего, Кроме организованной посредственности, Нет и искать нечего. И если я и раньше никогда не боялся того, Что чуждо мне, То теперь уже и окончательно робить не буду. Какая бы победа ни была суждена нелюбимому, Полюбить это из одних соображений О его судьбе я не в силах. Единственные дни На протяжении многих зим Я помню дни солнцеворота, И каждый был неповторим И повторялся вновь без счёта, И целая их череда Составилась мало-помалу Тех дней единственных, Когда нам кажется, что время стало. Я помню их наперечёт. Зима подходит к середине, Дороги мокнут, с крыш течёт, И солнце греется на льдине, И любящие, как во сне, Друг к другу тянутся поспешней, И на деревьях в вышине Потеют от тепла скворишни. И полусонным стрелкам лень Ворочаться на циферблате, И дольше века Длится день И не кончается объятье. Январь 1959 Впоследствии он вспоминал. В 1931 году я ездил на Урал В составе писательской бригады И был поражён поездкой. Вдоль вагонов бродили нищие, В домотканной южной одежде Просили хлеба. На путях стояли бесконечные эшелоны С семьями, детьми, криком, рёвом, Окружённые конвоем. Это тогдашних кулаков Везли на север умирать. Я показывал на эти эшелоны Своим товарищам по писательской бригаде, Но те ничего путного Ответить мне не могли. Конец цитаты 14 июля 1931 года Борис Пастернак и Зинаиды Нигаус С её старшим сыном Адиком Приезжают в Тифлис, Куда его настойчиво Приглашал грузинский поэт Паола Ешвили. За исключением портретов вождя На каждой арбее по углам зданий Советская власть в Тифлисе Не особо бросалась в глаза. Это был всё тот же восточный город С узкими улочками, духанами, Оружейными и кожевинными мастерскими. В каждом доме готовилось угощение. Труд не был в тягость. А что такое голод забыли, Похоже, ещё в годы Михаила Юрьевича Лермонтова, Когда Аказия, состоящая Из полроты пехоты и пушки, Сопровождала всякий обост На пути через Кабарду В расцветшую за гранью Дружеских штыков Грузию. За это процветание южной страны России тогда пришлось воевать с Персией, А затем вступить в кровавую Тридцатилетнюю войну с горскими народами, Чтобы покорить, а затем звать На царствие Кавказ Над холопами и крепостными. Не те, не сопоставления С только что виденным на Урале. Сон Мне снилась осень, В полусвете стёкол, Друзья и ты в их шутовской горебе, И, как с небес добывший крови сокол, Спускалось сердце на руку к тебе. Но время шло, и старилось, и глохло, И, поволокой рамы серебря, Заря из сада обдавала стёкла Кровавыми слезами сентября. Но время шло, и старилось, И рыхлый, как лёд, трещал и таял кресел шёлк, Вдруг громкая запнулась ты и стихла, И сон, как отзыв колокола, смолк. Я пробудился, Был, как осень тёмен, Рассвет и ветер, Удаляясь, нёс, Как завозом Бегущий дождь соломен, Гряду бегущих По небу берёз. 1913-1928 Сопоставление, по видимости, Возникает позднее, В 1932-м, В творческой командировке В Свердловскую область. Оттуда поэт должен был привести очерк Или, если удастся, Поэму о ходе индустриализации, А может, чем чёрт не шутит, Коллективизации. Но малодушно бежал обратно в Москву, Доведённый до нервного срыва Народной нищетой и унижением, Которые прятали, прятали, Да не упрятали от гостей. Это было такое нечеловеческое, Невообразимое горе, Рассказывал он в 1958-м, Такое страшное бедствие, Что оно становилось уже как бы абстрактным, Не укладывалось в границы сознания. Когда Бориса Пастернака Снова включили в состав писательской бригады, Путешествующей по РСФСР, Он попросил, чтобы его присоединили к другой, Разъезжающей по Грузии. Используя подстрочник Грузинским языком он так и не овладел, Поэт тут же перевёл несколько стихотворений Некогда символистов, А теперь молодых советских поэтов Тициана Табидзе и Паула Яшвили. Цвет небесный, синий цвет, Полюбил я с малых лет, В детстве он мне означал Синеву иных начал, И теперь, когда достиг я вершины дней своих, В жертву остальным цветам Голубого не отдам. Он прекрасен без прекрас, Это цвет любимых глаз, Это взгляд бездонный твой, Напоённый синевой, Это цвет моей мечты, Это краска высоты В этот голубой раствор Погружён земной простор. Это лёгкий переход В неизвестность От забот И от плачущих родных На похоронах моих, Это синий негустой иней Над моей плитой, Это сизый зимний дым Мглы над именем моим. Николас Бараташвили Сизый мглистый дым Над именем Бориса Пастернака Предельно сгустился в 1937-м. Поэт прекратил общественную И публицистическую деятельность. В августе 1936-го Писательское руководство Поместило его подпись Под письмом, Требующим смертной казни Для группы 16-ти Во главе с Каменевым и Зиновьевым «Стереть с лица земли» В январе 1937-го Под требованием Если враг не сдаётся, Его уничтожают По делу ещё 17-ти человек. В конце февраля За несколько дней до ареста Покровитель Бориса Пастернака В ЦК ВКПБ Николай Иванович Бухарин Получил от него письмо, Уверяющее, что поэт Никогда не поверит в его виновности. На Пушкинском пленуме Советских писателей После выхода книги Андре Жида «Возвращение из СССР» Поэту пришлось признать Ряд своих оплошностей. Посетив небывалое государство, Французский фальшивомонетчик Увидел жизнь русских во всей её полноте С её лишениями, недостатками, страданиями, Увы, наряду с её достижениями и успехами, Со всем тем, что вселяет в человека Надежду на счастье. Не остался без внимания и культ вождя. Суровая банкетная жизнь партийных бонз На фоне бедности и низкой культуры населения. Андре Жид пришёл к выводу, что СССР Не перестаёт удивлять, Не перестаёт оставаться для нас наукой. Борису Пастернаку посчастливилось встречаться с Андре Жидом Во время его приезда в Москву И переводить стихи для романа «Новая пища». А это уже можно было расценить почти Как государственную измену. «Когда появилась книга Андре Жида, – сказал поэт, – Меня кто-то спросил, каково моё отношение. Должен сказать, что я этой книги не читал И её не знаю. Когда прочёл об этом вправде, У меня было омерзение не только то общее, Которое вы испытывали, но кроме того житейское, Своё собственное омерзение. Я подумал, он со мной говорил, И говорил не просто, а он как-то меня мерил, Достаточно я кукла или нет, И, по-видимому, он меня счёл за куклу». Конец цитаты. Он живёт двумя жизнями, Потому что живёт в двух мирах одновременно. Поэтому он постоянно у самой грани этой жизни, У самого её предела, На её пороге, У её последней черты. Поэтому его бытие, Его болезненный и страстный день, Его пророчески неясный, Как откровение духа в сон, Ненормальное, необычное состояние. Он точно лунатик. Его сознание, поэтому, тоже двойное. Двум существованиям в двух мирах Соответствует и двойное сознание, Дневное и ночное, Сознательное и связанное, Разумение и безумие, Рассудочное и сверхчувственное, Мистическое. Его сознание тоже, поэтому, У самого предела, У самой грани обычного, Его бытие на пороге двух миров, Его сознание на пороге сна и бдения, Разумение и безумие между ними. Это иное бытие, которое нельзя назвать именем. Это второе. Ночное сознание не имеет выражения. Оно проходит и движется в молчании, Только отражаясь и проецируясь В болезненном и страстном дне, Врываясь в дневное сознание И производя впечатление, Отражаясь в нём безумием. Вот почему мы всё время Стоим перед Гамлетом, Как перед завесой, Скрывающей его истинные чувства, Настроения, переживания, Видя только их странную И непонятную проекцию В безумии. Лев Семёнович Выгодский Трагедия о Гамлите Как бронзовой золой Жаровень Жуками сыплет сонный сад, Со мной, с моей свечою вровень Миры расцветшие висят, И, как в неслыханную веру, Я в эту ночь перехожу, Где тополь обветшала серый Завесил лунную межу, Где пруд, как явленная тайна, Где шепчет яблонь и прибой, Где сад висит Постройкой свайной И держит небо пред собой. 1912. Я всё время не могу Избавиться от ощущения Действительности, как Побранной сказки. Борис Пастернак За 1937 год В Переделкине Было арестовано 25 человек Почти четверть Писательского контингента. 14 июня 1937 года Чёрный воронок НКВД Приехал к Борису Пастернаку. Вещи были собраны, И поэт, как говорится, Подался на выход. Однако с него потребовали Всего лишь подпись Под коллективной петицией литераторов. В одной только Москве Их проживало пять тысяч, С требованием расстрела Тухачевского, Икира и Эйдемана. Зинаида Пастернак Рассказывала Первый раз в жизни Я увидела Борю Рассверепевшим. Он чуть не с кулаками Набросился на приехавшего, Хотя тот ни в чём не был виноват, И кричал. Чтобы подписать, Надо этих лиц знать И знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно. Я им жизни не давал И не имею права её отнимать. Жизнь у людей Должно распоряжаться государство, А не частные граждане. Товарищ, Это не контрамарки В театр подписывать, И я ни за что не подпишу. Я была в ужасе И умоляла его подписать Ради нашего ребёнка. На это он мне сказал, Ребёнок, который родится не от меня, А от человека с иными взглядами, Мне не нужен. Пусть гибнет. Тогда я удивилась его жестокости, Но пришлось, как всегда, В таких случаях ему подчиниться. Он снова вышел к этому человеку И сказал, Пусть мне грозит та же участь, Я готов погибнуть в общей массе. И с этими словами Спустил его с лестницы. Ночь прошла благополучно. На другое утро, Открыв газету, Мы увидели его подпись Среди других писателей. Возмущению Бори Не было предела. Он тут же оделся И поехал в союз писателей. Я не хотел отпускать его одного, Предчувствуя большой скандал, Но он уговорил меня остаться. По его словам, Всё страшное было уже позади, И он надеялся скоро вернуться на дачу. Приехав из Москвы в Переделкино, Он рассказал мне о разговоре со Ставским. Боря заявил ему, Что ожидал всего, Но таких подлогов он в жизни не видел. Его просто убили, Поставив его подпись. На самом деле, Его этим спасли. Ставский сказал ему, Что это редакционная ошибка. Боря стал требовать опровержения, Но его, конечно, не напечатали. Зинаида Пастернак Воспоминания Но и им суждено было выцвесть, И на лете налёт фиолетовый, И у туч громогласных до этого Фистула и натреснутый присвист. Облака над заплаканным флоксом, Обволакивав вдаль, переграфили, Цветники, как холодные кафели, Город кашляет школой и коксом. Редко брызжет восток бирюзою Парников из росцы, Словно в заморозки, Застывают ясен, как мрамор, Воздух рощи, как зов, беспризорен. Я скажу до свиданья стихам, Моя мания, Я назначил вам встречу со мною в романе. Как всегда далеки от пародий, Мы окажемся рядом в природе. 1917 С тех пор на пожелание написать Что-нибудь общественное И таким образом реабилитироваться, Поэт с готовностью отзывался. – Да-да, мне это ещё ваш Троцкий говорил! И советчик предпочитал ретироваться. К 1937 году товарищ Сталин Закрепостил раскрепощенных Александром II крестьян, Восстановил бюрократию Николая Кровавого, Покрыл кости нитью железных и автомобильных дорог, Многократно усилил репрессивный аппарат, Ведущий свою историю с третьего отделения Бенкендорфа, Если не сопричинены самодержца Иоанна. Тем не менее, насчёт подписи Под резолюциями писательских собраний К Борису Леонидовичу предпочитали более не обращаться. Я всё готов разнесть в щепу И всех поставить на колени. Когда к тёзке поэта и его другу Борису Пильняку Не принесли на подпись очередное письмо С одобрением расстрелов, Тот понял, что следующим будет он сам. Борису Пильняку Иль я не знаю, что в потёмке тычась Вовек не вышла б к свету темнота, И я урод, и счастья сотен тысяч не ближе Мне пустого счастья ста, И разве я не мерюсь с пятилеткой, Не падаю, не подымаюсь с ней, Но как мне быть с моей грудною клеткой И с тем, что всякой косности косней? Напрасно в дни Великого Совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. В серединном пункте между революцией И своей кончиной у одного из немногих Ещё живых символистов Фёдора Кузьмича Сологуба Не вызывало сомнения, что старый строй живуч, Лежит мёртвой колодой, мешает. Новые формы, созданные искусством, Кажутся в такие эпохи оторванными от жизни, Чрезмерно искусственными, Может быть декадентскими, Или иные укоризненные названия Дают им современники. Но самая эта оторванность искусства от жизни Показывает то, что жизнь Томится в оковах истлевающего быта. Кажущаяся незаполнимость жизнью, Данных искусством форм, Знаменует глубокий разрыв между тем, Что люди по инерции продолжают читать жизнью, Хотя на самом деле это тление могил, И тем, что люди считают далёким от жизни, Но что и есть творящий элемент для будущей жизни. Тогда искусство становится в высокой степени Насыщенно творческой энергией. Оно является предчувствием И предсказанием великой катастрофы, Мировых переворотов. И не только предчувствием и предсказанием, Но и возбудителем. Ведь ничего нет в жизни, Что раньше не было бы в мечте Уединённого человека, В творческой мечте. Интересы не движут человека, Он стремится только к тому, Чтобы осуществить свою мечту, Или мечту, подсказанную поэтам. Его влечёт не обещание блага или выгоды, Его увлекает яркий образ, Пленяющий его воображение. В этом отношении толпа, множество Ничего не может дать искусству. Всё значение народа для искусства, А стало быть и для будущей жизни, Для истории, Только в том, что народ, Пока он живёт культурную жизнью, Является хранителем старого культа, Старого быта, Пережитков былого мифа. Вся жизнь переливается в обряд. Мы все, если не делаем переворотов, А когда же мы их делаем? Лишь в редкие минуты нашего бытия. Мы все живём по этому установленному Для нас образцу, Следуем обычаю, моде, Общепринятому, Кодексом чести и морали, Вообще являемся исполнителями, А не творцами. Делает же нечто из жизни только тот, Кто выдумывает что-то такое, Что на первых порах Никому не нравится, Но что через некоторое время Войдёт в обиход. И если жизнь уж очень заупрямится, Не захочет поддаваться чарам Чрезмерно своевольного для неё искусства, То произойдёт, наконец, Полное крушение быта, культа, мифа, Рушится вся наша цивилизация, И мы вступим в совсем новую жизнь. Какая она будет? Не спрашивайте об этом у политиков, Спросите у поэтов. Фёдор Сологуб Поэты-боятели жизни Хлеб Ты выводы копишь полвека, Но их не заносишь в тетрадь, И если ты сам не калека, То должен был что-то понять. Ты понял блаженство занятий, Удачи, закон и секрет, Ты понял, что праздность, проклятие И счастья без подвига нет. Что ждёт алтарей, откровений, Героев и богатырей, Дремучее царство растений, Могучее царство зверей? Что первым таким откровением Остался в сцеплении судеб Пропращуром в дар поколеньям Взращённый столетий и хлеб? Что поле воржи и пшеницы Не только зовёт к молодьбе, Но некогда эту страницу Твой предок вписал о тебе? Что это и есть его слово, Его небывалый почин Средь круга вращенья земного Рождень, скорбей и кончин. 1956 В 1939 году Осип Брик обнаружил у букиниста Книгу Маяковского «Хорошо» якобы с надписью «Борису Вол с дружбой, нежностью, любовью, Уважением, товариществом, привычкой, сочувствием, Восхищением и прочее, прочее, прочее». И пятый том собрания сочинений Владимира Маяковского надписанной «Дорогому Бори, Вол, 20 декабря 1027». Из ответа Бориса Пастернака на вопрос, каким образом Книги оказались у букиниста, выяснилось, что надпись Адресовано какому-то другому Борису. Памятуя о том, что дружеские отношения Бориса Пастернака с Владимиром Маяковским завершились в то время, когда на горла на головаря рушились потоки пасквилей, мало отличающихся от тех, что заслужил поэт после выхода доктора Живаго, биограф Маяковского Катанян летом 1958 года задал ему тот же самый вопрос. Пастернак повторил, что это не его книги и резко поменял тему. Да, жизнь прожить не поле перейти. Это вам, товарищ, не контрамарки в театр подписывать. Как бы то ни было, Борис Пастернак простился со своим или не своим, но всё-таки другом Владимиром Маяковским, завершив литературную автобиографию на странице 1930 года. Составленная в 1931-м охранная грамота была и его прощанием с тем, что Анна Ахматова назвала Серебряным веком. Когда я пришёл туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днём, успели смениться другими. Было довольно тихо, уже почти не плакали. Вдруг внизу под окном не вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлое. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наши ломящиеся века и навсегда принятое в них небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу. Его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами. И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и созидали, или же терпели и недоумевали, но всё равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времён была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину ещё не осуществлёнными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом, совершенно особенные. Все они объяснялись навыкам, состояниям, хотя и подразумевающимся нашим временем, но ещё не вошедшим в свою злободневную силу. Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда. Борис Пастернак Охранная грамота ЗЕМЛЯ В московские особняки врывается весна нахрапом, Выпархивает моль за шкафом и ползает по летним шляпам и прячут шубы в сундуки. По деревянным антресолям стоят цветочные горшки с левкоем и желтофиолем, и дышат комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки. И улица за панибрата с оконницей под слеповатой, и белой ночи, и закату не разминутся у реки. И можно слышать в коридоре, что происходит на просторе, о чём в случайном разговоре с капелью говорит апрель. Он знает тысячи историй про человеческое горе, и по заборам стынут зори и тянут эту канитель. И та же смесь огня и жути, На воле и в жилом уюте, И всюду воздух сам не свой, И тех же верб сквозные прутья, И тех же белых почек вздутья И на окне, и на распутье, На улице и в мастерской. Зачем же плачет даль в тумане, И горько пахнет перегной? На то ведь и моё призванье, Чтоб не скучали расстояния, Чтобы за городскою гранью Земли не тосковать одной. Для этого весною ранней Со мною сходятся друзья, И наши вечера – прощанье, Пирушки наши – завещанье, Чтоб тайная струя страданья Согрела холод бытия. Любить иных тяжёлый крест Один из отличительных признаков нового искусства Символист Фёдор Сологуб видел в устремлении к трагическому, Когда угрозы неумолимого рока, Бунт против судьбы, Жуткое колебание всех основ действительности Все это опять входит в область искусства наших дней И пророчит нам наступление эпохи великого искусства, Подобного тому, каким было искусство Эсхила и Софокла. Конец цитаты. Фёдор Сологуб не подозревал, насколько был прав, И насколько жутким будет колебание всех основ действительности И беспощадным Бунт против судьбы. Цель трагедии, напоминал он, – очищение души зрителя В волевом акте сочувствия и сопереживания. Драма хочет стать активным фактором нашей душевной Жизни, произвести в ней некоторое внутреннее потрясение. Искусство научилось хотеть и велико волевое напряжение Нового искусства. Фёдор Сологуб. Искусство наших дней. Судьба поэта – быть овном на заклании у стада свиней, Чем не трагедия? Трагическое, как таковое, вытекает из самых основ Человеческого бытия. Оно заложено в основании нашей жизни, взращено в корнях наших дней. Самый факт Человеческого бытия – его рождение, его данная ему жизнь, его отдельное существование, оторванность от всего, отъединённость и одиночество во Вселенной, Заброшенность из мира неведомого в мир ведомый И постоянно отсюда проистекающая его отданность двум мирам. Трагична. Лев Погодский. Трагедия о Гамоте. Снег идёт. Снег идёт. Снег идёт. К белым звёздочкам в буране Тянутся цветы герани за оконный переплёт. Снег идёт. И всё в смятеньи, Всё пускается в полёт. В чёрной лестнице ступени Перекрёстка, поворот. Снег идёт. Снег идёт. Словно падают не хлопья, А в заплатанном салопе Сходит назем небосвод. Словно с видом чудака С верхней лестничной площадки Крадучись, играя в прятки, Сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждёт, Не оглянешься и святки, Только промежуток краткий, Смотришь, там и Новый год. Снег идёт. Густой, густой, В ногу с ним, стопами, теми, В том же темпе, С ленью той Или с той же быстротой. Может быть, проходит время? Может быть, за годом год Следует, как снег идёт, Или как слова в поэме? Снег идёт, снег идёт, Снег идёт, и всё в смятенье, Убелённый пешеход, Удивлённые растенья, Перекрёстка, поворот. В отсутствие медицинской помощи Борис Леонидович Пастернак Умер в Переделкине 30 мая 1960 года. Скорая помощь не принимала вызовы за город, А в услугах правительственных И писательских лечебных учреждений Ему было отказано. Болезнь брала своё, Хотя волевое напряжение Нового искусства Серебряного века Не изменяло ему никогда, И творческий мир того мифа, Которым жил поэт, На деле оказался единственно подлинным Среди десятков тысяч утопических историй, Рассказанных советской литературой. Его стихи, написанные и в 1957-м, Одинаково современно звучат и в 1975-м, И в 2015-м. Звучат, как будто с того самого дня творения, Которому принадлежал Борис Пастернак, И в котором изначально уже было всё Цветы герани, оконный переплёт, Ступени чёрной лестницы, Поворот перекрёстка, Небосвод в заплатанном салопе Густого снега, Чердак, Новый год. Лидия Корнеевна Чуковская вспоминала, Как в середине лета 1947-го Её отец Корней Иванович У себя на даче расспрашивал поэта О работе переводчика. Шандр Петефи, Вильям Шекспир. Борис Леонидович вместо ответа Заговорил о переводах Маршака, Хвалебно, восторженно и с какой-то Странной запальчивостью. «Я про чё Маршака сказал он, То есть я его, конечно, и раньше читал И знал, но мало, Я знал только, что он хорошо переводит, А теперь перечёл и убит, Шут в лире и сонеты. Сколько для этого нужно было Благородства и, главное, честности. Человек выбрал себе участок, На котором он полный хозяин, Какая находчивость рифмовки, Какие эпитеты, И я со своими дилетантскими переводами Почувствовал себя проходимцем, Самозванцем». Мы рассмеялись. В эту минуту к нам робко приблизилась Маленькая, миленькая, кудрявенькая, Голубоглазенькая Люся П. Которую Борис Леонидович Однажды уже посылал ко мне С каким-то поручением. Теперь она явилась сюда, Как гонец от Зинаиды Николаевны. Борису Леонидовичу пора Домой обедать. – А он у нас пообедает, – сказал Корней Иванович. Но поднадзорный Пастернак Покорно встал. Дед и я пошли провожать его. Люся П. следовала за нами На почтительном расстоянии. Когда мы пересекли шоссе, Дед начал объяснять Пастернаку, То, что он, Корней Иванович, Как это Борису Леонидовичу памятно, Вы даже обиделись тогда на меня, Борис Леонидович, Далеко не всё принимает в его переводах. Но, тем не менее, рад, Что кроме маршаковских Отличных существуют И пастернаковские переводы Шекспира. Тому вас такие взлёты, Недосягаемые. Борис Леонидович остановился Вдруг посреди дороги и закричал, Даже не закричал, заорал. – Перестаньте, пожалуйста! Не говорите, пожалуйста, ничего! Я сам от себя должен узнать, Что я – порядочный человек, А не от вас! Даже не от вас! – – выкрикивал он громко, С надрывом, с отчаянием, И даже приседал от натуги, Словно камни выталкивал из горли. Лидия Чуковская. Отрывки из дневника Любить иных тяжёлый крест, А ты прекрасно безызвилин, И прелести твоей секрет Разгадки жизни равносилен. Весной услышан шорох снов, И шелест новостей и истин, Ты из семи таких основ, Твой смысл, как воздух, бескорыстен. Легко проснуться и прозреть, Словесный ссор из сердца Вытрясть и жить, Не засоряясь впредь. Всё это – небольшая хитрость. В марте 1936 года на Общемосковском Собрании писателей обсуждалась Передавица Правды, В которой Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Всеволод Эмилевич Мейерхольд, Михаил Афанасьевич Булгаков И другие обвинялись в формализме, С тем, чтобы творческие союзы Немедленно приступили к выявлению И разоблачению реакционной Сущности формалистических ухищрений. В ходе дискуссии Борис Пастернак Высказал мысль, Спорную для советских писателей И литературоведов, Но столь ясную для Серебряного века И революционного освобождения. Мысль о трагизме. По-моему, наше искусство Несколько обездушено, Потому что мы пересолили В идеализации общественного. Мы все воспринимаем как-то идилически. Мы уподобляемся тем фотографам, Которым самое важное, Чтобы хорошенькое личико получилось. Я говорю не о лакировке, Не о прикрашивании фактов. Это давно было сказано, С этим борются и так далее. Я говорю о внутренней сути, О внутренней закваске искусства. Не торопитесь, подождите. Вы увидите, что это очень спокойная мысль, И, может быть, допустима. По-моему, из искусства Напрасно упустили дух трагизма. Я считаю, что без духа трагизма Всё-таки искусство неосмысленное. Что же я понимаю под трагизмом? Я вам скажу, товарищи. Я без трагизма даже пейзажей не принимаю. Я даже растительного мира Без трагизма не воспринимаю. Что же сказать о человеческом мире? Почему могло так случиться, Что мы расстались с этой, Если не основной, То с одной из главных сторон искусства? Я ищу причины этому И нахожу их в совершенно Неизбежном недоразумении. Мы начинали как историки. Как историки мы должны были Отрицать трагизм в наши дни, Потому что мы объявили Трагичным всё существование человечества До социалистической революции. И, естественно, Если человечество в том состоянии Воролось во имя нынешнего, То, конечно, Оно должно было прийти К этому нынешнему состоянию, И оно не является трагичным. Давайте переименуем то состояние, Объявим его свинством. А трагизм оставим для себя. Трагизм присутствует в радостях. Трагизм – это достоинство человека И серьёзность его, Его полный рост, Его способность, Находясь в природе, Побеждать её. Голос – Совершенно неверно! Шум. Борис Пастернак На дискуссии о формализме Во всём мне хочется дойти до самой сути – В работе, в поисках пути, В сердечной смуте, До сущности протекших дней, До их причины, До оснований, До корней, До сердцевины. Всё время схватывая нить Судеб, Событий, Жить, Думать, Чувствовать, Любить, Свершать открытия. О, Если бы я только мог Хотять части! Я написал бы восемь строк О свойствах страсти, О беззаконних, О грехах, Бегах, Погонях, Нечаяностях В попыхах, В ногтях, В донях. Я вывел бы её закон, Её начало, И повторял её имён, Инициалы. Я б разбивал стихи, Как сад Всей дрожью жилок, Цвели бы липы в них подряд Гуськом в затылок. В стихи б я б внёс Дыханье роз, Дыханье мяты, Луга, Осоку, Синокоз, Грозы, Раскаты. Так некогда Шопен вложил Живое чудо Фольварков, Парков, Рощ, Могилы, Свои этюды. Достигнутого торжества Игра и мука, Натянутая тетива Тугого глупка. 1956. Когда обнаруживается, что видимость и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, несущественно, что напоминание о лживости мира приходит в сверхъестественной форме и что призрак требует от Гамлета мщения. Гораздо важнее, что волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдалённого. Борис Пастернак Замечание к перевода из Шекспира В конце тридцатых критик журнала «Знамя Тарасенков» после разговора с поэтом излагает сказанное в черновых заметках. «Знамя Тарасен – арест Мейерхольда и арест его жены. Конфискована его квартира, имущество. Но если он жив, если он выйдет на свободу, его жизнь будет трагически озарена, и, может быть, это нужно обществу, иначе жизнь постна. И нужен живой человек, носитель этого трагизма». В эти страшные годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть. Даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече прятал глаза. Даже Всеволод Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал чёрт знает что, подписывал всякие гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу, искусство. Его, как медведя, выволакивали за губу, продев в неё железное кольцо, его, как диатла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в биберлогу, в искусство. Я прощаю его. Но есть люди, которым понравилось быть медведями. Кольцо из губы у них вынули, а они всё ещё довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике. Конец цитаты Поэт живёт, всё время схватывая нить судеб, событий. Это его способ – чувствовать, любить, думать, совершать открытие. А если в истории чаще всего плохое побеждается худшим, то это не трагично. Трагичен всякий порыв. И не по этого вина в этом. Его дело хранить истину бытия, что бы не выпало на долю человеку и всему сущему. Это поднимающиеся из бездны свободы растрачивания человеческого существа на хранение истины бытия для сущего, есть его жертва. Это обережение бытия и забота, есть устремление к трагическому. В этом достоинство человека, его серьёзность, полный рост, способность, находясь в природе, побеждать её. И этот трагизм, история, дитя неудач, не в силах подменить свинством. Как бы ни пытались мудреватые кудрейки оболгать Бориса Пастернака, как бы ни пыжились ежегодным лауреатам Константином Симоновым заместить Николая Гумилёва, сановитым Константином Фединым Иваном Буниным, советским графом Алексеем Толстым Льва, а Сергея Есенина представить чем-то вроде спившегося Тинякова. Без трагизма, как утверждения жизни и радости бытия, как сохранения своего человеческого достоинства и ведания потаённой признательности бытия, искусство не искусство, а тиняковщина, пустое обывательское злорадство, мол, я жив, а ты нет. Едут навстречу мне гробики полные, Каждым мертвец молодой. Сердцу от этого весело, радостно, словно берёзки весной. Может, в тех гробиках гении разные, может, поэт Гумилёв, я же презренный и всеми оплёванный. Жив и здоров. Тиняков радости жизни. После войны к сказанному о трагизме Борис Пастернак мог добавить, Тем более, что я ничего не боюсь. Моя жизнь так пряма, что любой её оборот приемлем. Из письма Константину Симонову. 11 мая 1947 года. «Вы идёте за папиросами и исчезаете навсегда», – однажды описала его поведение Марина Цветаева. Но надо было исчезнуть, надо было вернуться из Парижа в страну, где ему предстоял тот путь, единственно, на котором он мог сохранить истину бытия, Ощутить бездну свободы осенью 1941-го и сказать простое и честное последнее слово миру – освобожденье. Бабье лето Лист смородины груб и матерчат. В доме хохот и стёк развенят, в нём шинкуют и квасят, и перчат, и гвоздики кладут в маринад. Лес забрасывает, как насмешник, этот шумно-обрывистый склон, где сгоревший на солнце орешник, словно жаром, костра опалён. Здесь дорога спускается в балку, здесь и высохших старых коряк, и лоскутницы осени жалко всё сметающий в этот овраг. И того, что вселенная проще, чем иной полагает хитрец, что, как в воду опущена роща, что приходит всему свой конец, Что глазами бессмысленно хлопать, когда всё пред тобой сожжено, и осенняя белая копоть паутиною тянет в окно. Ход из сада в заборе проломан и теряется в Березняке, в доме смех и хозяйственный гомон, тот же гомон и смех вдалеке. Итак, ампир всех царствований терпел человечность в разработке истории. И должна была прийти революция со своим стилем вампир, и своим толстым, и своим возвеличением бесчеловечности. Из письма Ивановым 8 апреля 1942 года Школьный учитель, поэт Бурков, прочтя избранные стихи и поэмы, сборник Пастернака 1945 года, сообщает ему как другу, что всё это как-то написано так, словно заранее читатель погладит вас по головке. Накануне нового 1946 года поэт пишет в ответном письме Дорогой Иван Семёнович, вы совершенно правы насчёт моих новых вещей, и я ни капли на вас не в обиде. Что касается старых, то тут вы свободнее в суждении, чем я, а я не могу избавиться от огорчения и досады по поводу незавершённости, изломанности, ненужной сложности и малозначительности моей собственной, Маяковского и Андрея Белого. У Есенина этих грехов гораздо меньше и совершенно ещё не подвержен этому позднейшему распаду поразительный мир блока. Это закономерное перерождение большого живого целого, часть которого я составляю, и зачем мне щадить несостоятельные его стороны, когда я, слава Богу, ещё жив и недописанное будущее и общеевропейского символизма, обещает мне гораздо больше, чем успел он дать в прошлом до исторических сдвигов, случившихся во всём мире. Ваш детский пейзаж хороший, нравится мне больше не фрита. Всё, что я говорю и чувствую относительно стиля, творческих воззрений и прочего, нисколько не вызвано поверхностными современными причинами. Дело глубже. От души желаю вам всего лучшего. Ваш Борис Пастернак. Недописанное будущее общего европейского символизма постепенно обретало голос в трагизме доктора Живага и евангельского стихотворного цикла. Поэт не скрывал, что работает над романом, известив об этом двоюродную сестру Ольгу Фрейденберг, Надежду Мандельштам и автора гусарской баллады, пьеса называлась давным-давно, Александра Гладкова. Более того, он достиг предварительной договорённости с Константином Симоновым о публикации романа в журнале «Новый мир», чьим главным редактором «Щукой» являлся некоторое время хищно-рыскающий в заводях серебряного века любимец вождя. Объявляя о своей работе, Борис Пастернак был уверен, что истина открывается не для того, чтобы её прятали, и всякий трагизм раскрывается не только в общем символическом, но и в частном человеческом плане. Не плачь, не морщь опухших губ, не собирай их в складки, разбередишь присохший струб весенней лихорадки, сними ладонь с моей груди, мы провода под током, друг к другу вновь того гляди, нас бросит ненароком. Пройдут года, ты вступишь в брак, забудешь неустройство, быть женщиной, великий шаг сводит с ума геройство. А я пред чудом женских рук, спины и плечи, шеи, и так с привязанностью слуг весь век благоговею. Ну, как не сковывает ночь меня кольцом тоскливым, сильней на свете тяга прочь и манит страсть к разрывам. Борис Пастернак Объяснение Стихи в новом мире опубликованы не были. Роман тоже. Существовать приходилось на переводы короля Лира, Фауста, грузинских поэтов и гонорары, полагавшиеся с театральных сборов автору переводного текста. «Как вы можете жить с такими министрами?» – воскликнул сгоряча американский дирижер Леонард Бернстайн. Поэт улыбнулся и порывисто возразил. «Что вы говорите? Причем тут министры? Художник разговаривает с Господом Богом и для него пишет свои вещи, а тот ставит ему спектакли с разными персонажами, которые исполняют разные роды, чтобы художнику было что писать. Это может быть трагедия, может быть фарс, как в вашем случае, но это уже второстепенно. Что такое поэзия, товарищи, если таково на наших глазах ее рождение?» – было дело публично, задался вопросом небожительным. Поэзия есть проза. Проза не в смысле совокупности чьих бы то ни было прозаических произведений, но сама проза, голос прозы, проза в действии, а не в билетристическом пересказе. Поэзия есть язык органического факта, то есть факта с живыми последствиями. И, конечно, как все на свете, она может быть хороша или дурна, в зависимости от того, сохраним ли мы ее в неискаженности или же умудримся испортить. Но как бы то ни было, именно это товарищи, то есть чистая проза в ее первородной напряженности, и есть поэзия. Борис Пастернак выступление на Первом Всесоюзном съезде. После 1940-го Борис Пастернак более не подстраивался под свое время, на что совсем удивительно, время послушно подстраивалось под него. Век хочет быть как поэт. Это, однако, не отменяло необходимости сказать про спиртованному в радиологических боях за социалистическое отечество советскому драматургу Всеволоду Вишневскому Всеволод, идите в... И повторить для слабослышащих В... Из суеверия Коробка с красным померанцем, моя коморка, О, не обномераш мараться, По гроб до морга, Я поселился здесь Вторично из суеверия, Обоев цвет, как дуб коричнев, И пенье двери. Из рук не выпускал защёлки, Ты вырывалась, И чуб касался чудной чёлки И губы фиалок. О, неженка, во имя прежних И в этот раз твой Наряд щебечет, как подснежник Апрелю. Здравствуй! Грех думать Ты не из висталок Вошла со столом, Как с полки Жизнь мою достала И пыль обдула. Талант даётся Богом Только избранным, И человек, получивший его, Не имеет права жить Для своего удовольствия, А обязан всего себя Подчинить труду, Пусть даже каторжному, Говорил он Галине Нигаус Своей невестке. По этому поводу у меня и стихи Не спи, не спи, художник. Эта таинственная связь с веком, Временем, бытием Не облегчала участи. Когда надо было работать, И работать так, Что воспалялся нерв правой руки, И писать приходилось левой, А усталость глаз уходила Лишь в редкие перерывы. Потаённая признательность бытия Не спасала ни от ареста Любимых людей В 1930-е и 40-е, Ни от двухчасового Запугивания в кабинете Генпрокурора Руденко Человека без шеи В марте 59-го Нет оскорбительных писем, Ущемлённых в своём Горячем патриотизме Советских граждан. Не могла спасти она Даже от хамского поведения Ближних, Когда в последние годы жизни Пришлось отказать В дружбе актёру Борису Ливанову, Пианисту Генриху Нигаузу, Историку философии Валентину Асмусу. Борису Ливанову 14 сентября 1959 Переделкино Дорогой Борис, Тогда, когда поговорили мы с тобой По поводу Погодина И Анны Никандровны, У нас не было разрыва, А теперь он есть и будет. Около года Я не мог нахвалиться на здоровье И забыть, что такое бессонница, А вчера, после того, Что ты побывал у нас, Я места себе не находил От отвращения к жизни И самому себе, И двойная порция снотворной Отравы Не дала мне сна. И дело не в вине И твоих отступлениях От правил приличия В том, что я давно оторвался И ушёл от серого, Постыдного, занудливого прошлого И думал, что забыл его, А ты с головы до ног Его сплошное воплощённое напоминание. Я давно просил тебя Не произносить мне здравец, Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу Твоих величаний. Я не люблю, Когда ты меня производишь От тонкости, От совести, От моего отца, От Кушкина, От Левитана. Тому, что, безусловно, Не надо родословной. И не надо мне Твоей влиятельной поддержки В целях увековечения. Как-нибудь проживу Без твоего покровительства. Ты в собственной жизни, Может быть, привык К перевеличениям, А я не лягушка. Не надо меня раздувать В Вала. Я знаю, Я играю многим, Но мне слаще умереть, Чем разделить дын и обман, Которым дышишь ты. Я часто бывал Свидетелем того, Как ты языком Отплачивал тем, Кто порывались с тобой, Ивановым, Погодиным, Копийцам и прочим. Да поможет тебе Бог. Ничего не случилось, Ты кругом прав передо мной. Наоборот, Я несправедлив к тебе, Я не верю в тебя, И ты ничего не потеряешь, Живя врозь со мной Без встреч. Я неверный товарищ, Я говорил и говорил бы Впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу, А, конечно, охотнее всего, Я всех бы вас перевешил. Твой Борис В больнице Стояли, как перед витриной, Почти запрудив тротуар. Носилки Втолкнули в машину, В кабину вскочил санитар. И скорая помощь, Минуя панели Подъезда зевак, Сумятицу улиц ночную Нырнула огнями во мрак. Милиция, улицы, лица Мелькали в свету фонаря, Покачивалась ферльт-ширица Со склянкой на шатыря. Шёл дождь, И в приёмном покое Уныло шумел водосток, Меж тем, как строка за строкой Уморали опросный листок. Его положили у входа, Всё в корпусе было полно, Разило парами иода, И с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом Часть сада и неба клочок, К палатам, полам и халатам Присматривался новичок. Как вдруг из расспроса в сиделке, Покачивавшей головой, Он понял, что из переделки Едва ли он выйдет живой. Тогда он взглянул благодарно В окно, за которым стена Была точно искрой пожарной, Из города озарена. Там завердела застава, И вот светик города клён Отвешивал веткой корявой Больному прощальный поклон. О, Господи, как совершенны Дела Твои, думал больной, Постели и люди и стены, Ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу И плачу платок теребя, О, Боже! Волнение, слёзы Мешают мне видеть Тебя. Мне сладко присоединяй ярком, Чуть падающим на кровать, Себя и свой жребий подарком Бесценным Твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, Я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, И прячешь, как перстень, Футляр. 1956. Гамлет коснулся последних Гамлет коснулся последних Глубин трагизма Лев Логоцкий Гамлет – драма высокого жребия, Заповедованного подвига, Веренного предназначения Борис Пастернак Вершины творчества Пастернак достиг, Возвращая христианское миропонимание И переживая историческое, Принадлежащее времени, В символическом плане, Когда не человек служит эпохе, А в эпохе всё складывается, Будто бы для того, Чтобы человек реализовал себя, Насколько возможно. Главная моя судьба Складывается всё же И протекает так далеко В стороне от меня, Что ни воздействовать на неё, Ни в точности что-либо знать о ней, Я не в состоянии. Она, наверное, не раз ещё Принесёт мне неприятности, И поэтому я в неё Не посвящаю даже своих домашних, Чтобы не волновать их. Из письма Марковой 30.10.56. Образность, Приобретающая символистскую глубину, Правоозвестник идеалистической культуры, Вдохновенной не миром, Но словом, Тем, от которого возник мир. Нина, за что это мне? Это упоение работы, Это счастье. Иногда я себя чувствую Точно не в своей власти, А в творящих руках Господних, Которые делают из меня что-то неведомое, И мне тоже страшно, как вам. Нет, неправда, не страшно. Из письма Нине Табидзе 18.10.1953 года После такого признания, Естественно, что поэт Ставил бытие романа Выше своего физического существования, Чем ужасал непосвященных. Биограф поэта Называет сенсационный роман Бориса Пастернака о русской революции, Ценный тем, что ненадолго Оставила поэта и Россию наедине, Прозой более символистской, Чем все книги Белого, Сологуба и Брюсова Вместе взятые. Доктор Живаго Символистский роман, Написанный после символизма. Сам Пастернак называл его сказкой. Книга действительно пришла через Пастернака, Ибо он был одним из немногих уцелевших. Она не могла не появиться, Ибо русскую историю Последнего полувека Кто-то должен был осмыслить С позиций символистской прозы, Внимательной не к событиям, А к их первопричинам. Но такое осмысление возможно было Лишь во второй половине века, С учётом всего, к чему эти события привели. Дмитрий Быков, Борис Пастернак На ранних поездах Я под Москвою эту зиму, Но в стужу снег и буревал, Всегда, когда необходимо, По делу в городе бывал. Я выходил в такое время, Когда на улице низги, И рассыпал лесною темью Свои скрипучие шаги. Навстречу мне на переезде Вставали ветлы пустыря, Надмирно высились созвездия В холодной яме ямваря. Обыкновенно у задворок Меня старался перегнать почтовый Или номер сорок, А я шёл на шесть двадцать пять. Вдруг света хитрые морщины Сбирались щупальцами в круг, Прожектор нёсся всей махиной На оглушённый виадук. В горячей духоте вагона Я отдавался целиком Порыву слабости Врождённой и всосанному с молоком. Сквозь прошлого перипетии И годы войны нищеты Я молча узнавал России Неповторимые черты. Превозмогая обожанье, Я наблюдал боготворя. Здесь были бабы, слабожане, Учащиеся, слесаря. В них не было следов холопства, Которые кладёт нужда, И новости, и неудобства Они несли, как господа. Рассевшись кучей, как в повозке, Во всём разнообразье поз Читали дети и подростки, Как заведённые в засос. Москва встречала нас во мраке, Переходившем в серебро, И, покидая свет двоякий, Мы выходили из метро. Потомство тискалось к перилам И обдавало на ходу Черёмуховым свежим мылом И пряниками на миду. 1941. Кустодиевские яркие краски, Пробуждённые люди, Свет и движение, Как будто бы не было вывиха эпох. Но и блоковская музыка строф И акмеистическая точная значимость слова. Я молча узнавал России неповторимые черты, Я наблюдал боготворя. Встреча футуризма и символизма несомненна. Почти посологубовский странник Рассыпал лесную темью Свои скрипучие шаги. Футуристическая лексика, Прожектор нёсся всей махиной, Потомство тискалось к перилам. Футуристическая же звукопись, Всосанному с молоком, И, покидая свет, Двояйки ему выходили из метро. И чёткий, имаженистски чувственный образ Света хитрые морщины Сбирались щупальцами в круг. Стих звучен, упруг, Всё, что прежде казалось несовместимым, Звучит у Пастернака легко, Без тени эклектичности Или искусственного натяжения. Всё цельно, радостно движется, Обдавая на ходу Черёвуховым свежим мылом И пряниками на меду. Когда я говорю о мистике Или о живописи, Или о театре, Я говорю с той миролюбивой необязательностью, С какой рассуждает обо всём Свободомыслящий любитель. Когда речь заходит о литературе, Я вспоминаю о книге И теряю способность рассуждать. Меня надо растолкать, Вывести насильно, как из обморока, Из состояния физической мечты о книге И только тогда, И очень неохотно, Превозмогая лёгкое отвращение, Я разделю чужую беседу На любую другую литературную тему, Где речь будет идти не о книге, Но о чём угодно ином, Об эстраде, скажем, Или о поэтах, о школах, О новом творчестве и так далее. По собственной же воле, Без принуждения, Я никогда и ни за что Из мира своей заботы В этот мир любительской беззаботности Не перейду. Борис Пастернак Несколько положений Он грезит волей, Как лакей, Как пенсией старик-бухгалтер. Знаете, Его гармонию непросто любить, Тут нужна извилина и не одна. Пожалуй, Однако заложником вечности Становится именно Пастернак, А не рать добрых молодцев Из писательских объединений. Э-э-э, да ведь у них все песенки На один мотив. Луна зашла, И ночь в исходе, И бубен выбился из сил. В запасе больше нет мелодий, Пир весь их выбор истощил. А я вам что говорил? Русский бубен на грани коллапса? Так кто ж бубен с Кавказа? Старый бубен, Леонидзе в его переводе. Так оно и бывает. Трагедия построена На самой тайне, Без дне ночи. Ленин бил, бил, не разбил, Сталин бил, бил, не добил, А по оттепели пригрела, Мышка серенькая бежала, Хвостиком махнула. Ничего с ним не сделается, Это ж тысячелетняя культура книги, Дневник в стихах, Четвёртое измерение, А потом, Помните? Когда утерши пот И сух кофейную отвеев, Он оградится от забот Шестой главою от Матфея. История сама крестила евреев. Поэт, Не принимай на веру Примеров Дантов и Таркват, Искусство, дерзость глазомера, Влеченье, сила и захват. Тебя пилили на поленье, В года, когда в огне невзгод, В зале народа-населенья Оплавилось ядро народ. Он для тебя вода и воздух, Он прежний лютик луговой, Копной черёбух в белогроздах, До облак взнувшей головой, Не выставляй ему отметок, Расстроганности, грош цена, Грозой поди в объятья веток, Дождём обдай его до дна. Не умиляйся, Не подтяни, Сгинь без вести, Вернись без сил, И по репьям, И по плутаниям, Поймём, кого ты посетил. Твоё творение – не орден, Награды назначает власть, А ты – тоски пеньковый гордень, Паренья парусная, Паренья снасть. Трагедии – Гамлет, Где в основу положено само трагическое. Каждое зерно этого трагического, Разработанное в драму, Даёт отдельную трагедию, В которой вся драма может быть объяснена Бесчисленным количеством способов. Но в результате все объяснения, Разлагающие драму, Дойдут до неразложимого зерна трагического, Которая и обратила простую драму В трагедию. Вот в Гамлете этих драм, Взращенных из трагических зерен, Несколько. Отсюда её видимая путаница И нестроенность, гетерономия. И обращены они все к какому-то центру, К внутреннему фокусу пьесы, Все одной трагической своей стороной, То есть последней, неразложимой, Необъяснимой своей стороной. Вот почему всё, что здесь происходит, Имеет свой определенный смысл, Но всё это погружено в ночь. Лев Лугоцкий. Трагедия однобратия. В трагическое погружены Судьбы поэтов революционной эпохи. У каждого рядом с внешней Исторической драмой, Трагедией масок, Развивается другая, Углубленная внутренняя драма, Трагедия душ. Она протекает в молчании, Наедине с собой, В необъяснимости, С каждым кругом. Тише, 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 Стоп. Послесловие. Проставив последнюю точку любви, Вечер того же дня читая в газете, Кончилась в Москве одна дискуссия, Начинается другая, Сейчас внимание писательской общественности Перенесено на стихотворный фронт. Доклад о поэзии про Чуласеев, Друг и последователь Маяковского. Потом начались прения, И длились они три дня. Сенсацией прений было вступление Пастернака. Пастернак сказал, во-первых, что Кое-что не уничтожено революцией. Затем он добавил, что Время существует для человека, А не человек для времени. Борис Пастернак там, я здесь, Через все пространства и запреты, Внешние и внутренние. Борис Пастернак с революцией, И я ни с кем. Пастернак и я, не сговариваясь, Думаем над одним и говорим одно. Это и есть современность. Медон, январь 1932-го. Марина Цветаева, поэт и время. Карусели Листья клёнов шелестели, Был чудесный летний день. Летним утром из постели Никому вставать не лень. Бутербродов насовали, Яблок, хлеба, каравай, Только станцию назвали, Сразу тронулся трамвай. У заставы пересели Всей ватагой на другой, В отдаленье карусели Забелели над рекой. И душистой повеликой Выше пояса в коврах Все от мала до велика Сыпем кубарем в овраг. За оврагом на площадке Флаги игры для ребят, Деревянные лошадки Скачут, пыли выкрубят. Черногривых, длиннохвостых чёлки, Гривые хвосты С полу подняла на воздух, Опускает с высоты. С каждым кругом Тише, 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 тише Столк! Эти вихри скрыты Крыши, посредине крыши Столк! Круг из прукив Растопыря, Гнётся карусель от гирь, Карусели в тягость гири, Парусины тянет вширь. Точно вышли истокарни Под пинками детворы, Кони щёлкают Шикарней, чем крокетные шары. За машиной на полянке Лущит семечки толпа, На мужчине при шарманке Колокольчатый колпа. Он трясёт, как дождик банный, Побрякушет бахромой, Колотушкой барабанной, Ручкой, ножкою хромой. Как пойдёт колодкой дёргать, Щиколоткою гренит, Лопается от восторга, Со смеху трясётся медь, Он, как лошадь на пристяжке И, загнувшись в три дуги, Бьёт в ладоши и костяшки, Мнётся на ногу с ноги. Погружая в день бездонный, Кудрик, гривы, кружева, Тонут кони и фестоны, И колясок, кузова. И навстречу каруселям Мчатся на руки берут Заражённые весельем. Слева роща, справа прут, С перепутья к этим прутьям Поворот довольно крут, Детям радость, встретим, крутим. Слева роща, справа прут, Пропадут и снова целы, Пронесутся снова тут, То и дело, то и дело, Слева роща, справа прут, Эти вихри скрыты в крыше, Посредине крыши столб С каждым кругом. Тише, 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 тише. Стоп. 1925 Летом 1934 года Основоположник культурно-исторической теории В психологии, Автор работ по педологии И когнитивному развитию ребёнка, Лев Семёнович Фруготский Скончался от туберкулеза, Ему было 37 лет. Рядом с внешней реальной драмой Развивается другая, Углублённая, Внутренняя драма, Которая протекает в молчании, Первая, внешняя, в словах, И для которой внешняя драма Служит как бы рамками. За внешним, Слышимым диалогом Ощущается внутренний, Молчаливый. Действие раздваивается, И всюду ощущается Чудодейственное влияние Таинственных сил. Чувствуется, Что то, что происходит на сцене, Есть часть только Проекции И отражения Иных событий, Которые происходят за кулисами. Действие происходит В двух мирах одновременно, Здесь, во временном, Видимом мире, Где всё движется, Как тень, Как отражение, И в ином мире, Где определяются И направляются Здешние дела и события. Трагедия происходит На самой грани, Отделяющей тот мир От этого. Её действия Придвинута к самой грани Здешнего существования, К пределу его. Кладбичность пьесы, Смерть, убийство, Самоубийство, могильность, Она разыгрывается На пороге двух миров, И действие её Не только Придвинуто К краю здешнего мира, Но часто Переступает По ту сторону Его Подсторонняя Загробная пьесе. И эта грайн Двух миров Заложена На такой глубине Действия трагедии И душу её героев, Что сливается С той трагической бездной, Которая и есть Последняя глубина Гамлета. Лев Воготский Трагедия о Гамлете Ломиться в двери Пошлых аксиом Делгут слова И красноречие Храмлет. О, весь Шекспир Быть может только в том, Что запросто болтает С тенью Гамлет. Так запросто же Дни рождения есть. Скажи мне, тень, Что ты к нему желала б? Как легче жить, А то почти не снесть Пережитого Слышащихся Жалобы. Борис Пастернак Брюссин Гамлет Мистик И это определяет уже всё. Мистическое Второе рождение Решило это И определило его сознание И волю. Лев Воготский Пастернак Мистик Но мистик не из команды Аргонавтов Или мастеров Столоверчения Он, погружённый В земную обыденность Стоит вне её Вынут из её круга Смотрит на неё, Как подчёркивал Выготский Оттуда Это о нём Не только о принце Датском, его слова Он, Мистически живущий Идущий всё время По краю бездны Заглянувший в иной мир Разобщённый И отъединённый От всего земного Вынес оттуда Проекции На землю Скорбь И иронию Он, мистик Идущий всё время По краю бездны Связанный с ней Следствием этого Основного факта Касания мира Иному Является уже всё это Неприятие этого мира Разобщённо с ним Иное бытие Безумие Скорбь Ирония Конец цитаты Первоначальный автограф Письма Бориса Пастернака В газету «Правда» Ноябрь 1958 года В продолжении бурной недели Я не подвергался судебному преследованию Я не рисковал ни жизни, ни свободы И ничем решительного Если благодаря посланным испытаниям Я чем и играл, То только своим здоровьем Сохранить которое помогли мне Совсем не железные запасы Но бодрость духа И человеческое участие Среди огромного множества Осудивших меня Может быть Нашлись отдельные Немногочисленные Воздержавшиеся Оставшиеся мне Неведомыми По слухам Может быть Эта ошибка За меня вступились Хемингуэй и Присли Может быть Писатель-траппист Томас Мертон И Альбер Камю Мои друзья Пусть Воспользовавшись Своим влиянием Они замнут шум Поднятый вокруг моего имени Нашлись доброжелатели Наверное у меня и дома Может быть Даже в среде высшего правительства Всем им приношу Мою сердечную благодарность В моем положении Нет никакой безвыходности Будем жить дальше Деятельно веруя В силу красоты Добра и правды Советское правительство Предложило мне Свободный выезд за границу Но я им не воспользовался Потому что занятия мои Слишком связаны с родной землей И не терпят пересадки на другую Конец цитаты Засыпет снег дороги Завалит скат и крыш Пойду размять я ноги За дверью ты стоишь Одна в пальто осеннем Без шляп и без калош Ты борешься с волнением И мокрый снег жуёшь Деревья и ограды Уходят вдаль во мглу Одна средь снегопада Стоишь ты на углу Течёт вода с косынки По рукаву в обшлаг И каплями росинки Сверкают в волосах И прядью белокурой Озарены лицо Косынка и фигура И это пальтецо Снег на ресницах влажен В твоих глазах тоска И весь твой облик слажен Из одного куска Как будто бы железом Обмокнутым в сурьму Тебя вели нарезом По сердцу моему И в нём навек засело Смиренье этих черт И оттого нет дела, Что свет жестокосерд И оттого двоится Вся эта ночь в снегу И провести границы Меж нас я не могу Но кто мы и откуда, Когда от всех тех лет Остались пересуды, А нас на свете нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok